Капитализм И я предусмотрел Несколько шагов перехода Эти шаги перехода мы можем обозначить Как государственный уровень Как уровень предпринимательский И как народный экономический То есть наш контур экономики Который при Сталине был, Артельный его называли И так далее Может вы представили? Вы пригласили того, кто не знает Меня называют Алексей Орлов Я главный редактор Народного славянского радио 14 лет назад я явился Одним из учредителей этого объединения 14 лет назад мы занимаемся Тем, что доносим культурные основы И культурные коды нашего народа И все больше и больше С каждым годом Стали переходить к тому, что культура Сама по себе не существует Культура, если мы воспринимаем как песни, танцы, хороводы Это музейные экспонаты Поэтому культура в первую очередь Это взаимодействие с другими людьми Это взаимодействие с самим собой, с миром Ну и так далее, и тому подобное А раз это все жизнь То жизнь должна чем-то обеспечиваться А чем жизнь обеспечивается? Это воздух, вода, еда, жилье, одежда Дальше это порождение детей Дальше воспитание детей И тут подключается много-много чего И мы понимаем, что в одиночку невозможно сделать Это возможно сделать только община Сообща И поэтому форма известная кооперации То есть совместного дела Если перевести на русский язык Кооперация Это то наше родовое Которое всегда было у славяно-русов и коренных народов И поэтому, когда мы говорим про культуру Мы говорим не просто Которого на чего-то В кокошниках походить И хороводы поводить Или там жить в колесу Жить лесу, молиться колесу Это то, что нам позволяет Жить по-человечески Продлевать жизнь Развиваться И так далее Вот кратко о себе Какие-то уточняющие вопросы Если есть Обо мне я отвечу Если нет, то идем дальше Идем дальше Хорошо Итак, поскольку было предложение выступить То я предлагаю Я немножечко выступлю А потом дальше мы с вами начнем обсуждение И я думаю К совместному Как это положено Среди кооператоров придем Итак, три шага-перехода Которые должны быть учтены Это государственный Предпринимательский И народный Народный Это и есть народная экономика Это артельность Кооперация и так далее Но какие для государства Я вижу, что необходимо нам сделать Это необходимо нам уйти От всяких дурацких налогов Которые существуют И перейти на единый налог Для начала Для начала Это первый шаг Который будет засыматься Только в конечном продукте Будет заложен Не более 10% То есть всякие там НДС И прочее, прочее Они отпадают сразу Никакие там Ни на зарплаты Ни на что-то еще Они тоже не нужны Нужен один Единственный налог Это даст нам прозрачность Это даст нам возможность Уходить от серых схем И так далее То есть государство Меньше на что-то терять И естественно Что должна быть еще воля Со стороны государства Которую сейчас мы особо не наблюдаем То есть понятно Чтобы в небесах мы не летаем И понимаем Кто сейчас находится у руля Кто там Чего и так далее Поэтому там идет борьба Очень жесткая И наша задача Поддержать те силы Которые светлые Но не просто поддержать Давай там Вася Давай Петя А участвовать Чем мы можем На своем уровне Ну вот один из Таких первых шагов Это налог с продаж Из услуг О конечном потребителе То есть Ни оптовые продажи Ничего внутри страны Никакими налогами Облагаться не должны Потому что все В конечном итоге Переходит на Конечного потребителя Если это внешнее что-то Тогда конечно Там акции Налоги Должны быть по полной программе Потому что И предприниматели Очень любят Уводить отсюда И продавать там В три дорога А потом здесь цены Повышаются Мы видим что-то Бензин вырос Что-то вот это вырос И так далее Второй шаг Это уже безналоговая экономика Если будет интересно Расскажу что это такое Но сейчас пока просто Сами тезисы И третий шаг Это безденежная экономика Это не коммунизм Это немножечко шире Чем коммунизм Тот как нам его рисовали Вот Ну вот эти три шага Единый налог Безналоговая И безденежная Для предпринимателей Ну в первую очередь Необходимо предпринимателям Осознать что дальше Так жить нельзя Как и сейчас мы живем То есть Человек человеку волк Это не наше совершенно Это привнесенное И разрушающее Поэтому осознать что дальше Нельзя А вот дальше Начинать действовать Это уход от конкуренции То есть Создание единого Такого пространства Где человек предприниматель Не барыль какой-то Не рвач А именно предприниматель Как и народный купец Народный производитель Он включается в единую Нашу систему Кооперации И в этом случае Тогда он получает поддержку Со всех сторон И с точки зрения Реализации товаров и услуг И с точки зрения Получения необходимого Всего для производства Товаров и услуг Тем самым Мы создаем трудовые места И вот эти разговоры О том что Давайте мы сейчас Импортозамещение сделаем Они вот на деле Будут проявляться Потому что Мне невыгодно покупать В Китае Если я кооператор Мне выгодно Чтобы внутри кооперативов Производилось Внутри кооперативов Сохранялось Преувеличилось Чтобы была единая Наша общая Державная казна Вот именно На основе кооперативов То есть наш державный Кооперативный банк И для этого Нам необходимо Третий пункт Для предпринимателей Осознать Что необходимо Осознать ЦСКУ Центр сборки Координации И управления Который как раз Позволит Вот это все Задуманное В жизни Воплотить ЦСКУ Где есть свой совет Как в кооперативе Есть экспертный совет Есть органы Которые надзирают Которые смотрят Чтобы там налево Чего-то не уходило Есть свой банк Есть свои направления То есть создается Некая ромашка такая То есть образ ромашки Желтая часть Это как раз те Которые способны Мыслить целиком Которые способны Объединять Разные направления Но они не управляют Этими направлениями Это не министры Это тот совет Который мыслит Цельно Который видит Что нужно И простому человеку Что нужно И предпринимателю Что нужно Для вот этого Для этого И на несколько лет Столетий Вперед мы мыслим А уже Которые ромашки Каждый лепесток Это свое направление Во главе которого Стоит тот министр Условно В кавычках называем Министр Мы по-своему Естественно Зовем Со своим тоже Кругом Который Мыслит уже По этому направлению Помню Что есть наше Что-то общее И дальше По ниже 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 Доходит до Обыкновенного Исполнителя Который На своем месте Не пытается С другим Конкурировать Самое главное Народной экономике А пытается Занять то место Вернее мы Помогаем Занять то место И он тоже То есть Мы заинтересованы Что человек Занял свое жизненное место А не Выдирал у кого-то Что-то Для того Чтобы жить Счастливо Жить в достатке В любви Радости И здоровье И так далее Вот эта вот Ромашка Как раз В центре Будет СКУ Которая позволит нам Решить те проблемы Которые мы Давным-давно Все уже обозначили И которые Нам нужно От которых Нам нужно Избавляться И для народа Третий пункт Для народа Здесь несколько Сложнее Представить Почему Потому что Есть разные уровни У человека Понимание того Что происходит Есть тот Который находится Как ребенок В таком состоянии Вот дайте мне Что-то Да Я еще покапризничаю То и не то Вот и побольше И прямо сейчас И чтобы из этого Ничего не было Да А если будет возможность Что-то украсть Давайте я еще и украду Есть те Которые уже готовы Быть ответственными Человеками Хозяем У кого уже есть Семья Которые уже За детей думают Что будет дальше Которые понимают Что вот мой двор Это мои соседи И надо вместе жить То есть они уже готовы К артельности Кооперации Есть те Которые уже готовы Объединять Готовы предложить что-то Есть те Которые готовы Уже стать Министрами И войти Как раз Вот эти вот Лепестки Чтобы там что-то делать Поэтому мы должны Предложить такие Сделать такие предложения Для народа Как вот было это у Ленина Где Землю крестьянам Фабрики рабочим Да Но не просто голословно А чтобы это было Еще дальше подкреплено То есть на первой странице Это для обыкновенного Работяги Человек Который мыслит Что дальше Это громкие лозунги Ясно и понятно Переворачиваем страницу Здесь уже мелким шрифтом Для тех Кто во второй группе Находится Готово организовывать Ячейки Готовы возглавлять Предприятия И так далее Которые уже готовы мыслить Здесь уже не только лозунги Но еще и какие-то Шаги исполнения Какие-то инструкции Понятные Четкие И доступные Третий уровень Это уже уровень Объединения Таких предприятий Это уже можно сказать Так министерские Это уже подход Государственного масштаба И вот здесь Мы можем встретить Волну непонимания Если будем себя Неправильно вести Ну и Как нам Вот это Когда мы все Учитываем Когда мы Подтягиваем Люди в кооперацию То здесь Возникают вопросы А как нам Теперь Создавать Такие вот Условия Чтобы и Простой человек И тот Который готов Управлять чем-то Который готов Заниматься Организацией И выстраивать Все эти Контроэкономики Народной Государственной И внешней Как это было При товарища Иосифа Ивановича Кто бы там Ругал Не ругал Сейчас не его личность Обсуждаю Я говорю То что было сделано И что показало Результат Вот как нам Теперь это сделать И для этого Нам самим Необходимо заложить Основы Центра сборки Координации управления В кооперации Союзы Кооперативные Но Будет ли это Так называться Или не так называться Сейчас это не важно Важно Чуть саму понять И предложить Для каждого уровня Вот и государственного И предпринимательского И народа Те понятные Простые предложения С понятными Целями Пути к цели Шагами И кто будет участвовать Вот это Кратко По существу То что нам Необходимо сделать И теперь Мы готовы Пожалуйста Повзаимодействовать Общинный уровень Так общинный уровень Это предпринимательский уровень Потому что Когда община собирается Получается как раз Предприятие Это же община должна быть Те капиталистические общины Которые сейчас есть Они нас не устраивают Это не народные предприятия И многие капиталисты Сейчас стали Обращать внимание на то Что их Начали зажимать Почему? Потому что Крупному бизнесу Более ясно Что надо делать А средний Ну малый бизнес Видите Он практически уничтожен Да? Мы смешим Понять Община и капитализм Совместимы Я и говорю Видимо не услышал Видимо не услышал Видимо еще Видимо не услышал Я говорю Уровень объединения Уровень объединения Там сейчас капиталисты А наш уровень объединения Сделать народные предприятия Я говорю Просто Вот второй уровень Он и там и там существует Там масса людей присутствует Поэтому наша задача В общинность перевести Это сделать народные предприятия Либо создать Если их нет Я же не сказал Что мы должны Другая форма отношения Конечно Конечно Я про это и говорю Но это вот второй уровень Где есть предпринимательство Где есть организация людей И вот поэтому Есть те люди Которые сейчас Уже задумываются Малый бизнес Ну говорю Малый бизнес уничтожен Обратите на это внимание Да? Сетевики выдавили Весь малый бизнес Но при этом Сетевики начали Барахтся друг с другом Их стали под себя Уже крупные корпорации Подбирать Вы тоже обратили внимание То есть Заходишь Одно название Другое На самом деле Они под одним и тем же Да? Находишь Да И идет Но дальше начинает следующее Дальше уже внутренние Будут подчиняться внешним Это тоже Тоже известно То есть Укрепление Укрепление И мы с вами видим Что это тупиковый путь И те кто Рассчитывал Из капиталистов Что вот Мы сейчас Развернем Все хорошо Им показывают Вот такой большой фантик И говорят Ничего не получится Ребят Ну Кукиш Это можно назвать Да? В красивом фантике Вот Поэтому наша задача Сейчас Предложить то Что мы готовы Предложить Я поэтому спрашиваю Есть ли у нас Видение Общее То есть Общая цель Общий путь К этой цели Общие шаги На шагах инструкции Привлечения кадров Там Создание своего И так далее Если есть То это хорошо Мы можем предлагать Если нет То это надо создавать И Опять же Нам необходимо По всем этим трем уровням Хотим мы это не хотим Придется взаимодействовать И с государственными структурами Придется взаимодействовать Как бы там Кто на них не был обижен Там да Как бы там Кто говорил Что это не получится И с предпринимателем Тоже придется взаимодействовать Потому что есть предприниматели Я семинар проводил Не так давно Там было несколько Крупных предпринимателей Региональных Они задумываются об этом Да они капиталисты Изначально Но они понимают Что что то идет не так И они Ищут тренинги Какие то формы Чтобы уйти От капиталистического Перевести больше Хотя бы на первом этапе В народный Чтобы народ Ну как то Ну стал жить нормально У них мысли Такие появляются Понятно что Барыга Если Да 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 Понятно что если Барыга природный То в этом случае Говори не говори Мой счастье Он барыга останется Но если этот человек Попал в капиталистическую Среду Из-за того что Ну деваться было некуда И он там развернулся То этот человек На нашей стороне будет Вот это надо понимать Поэтому одной поганой метлой Ну всех мести наверное не стоит Но внимательно присматриваться Кто он Волчар его вещи шкуре Либо все таки Это тот который готов Двигаться по кооперативной схеме И понимает все прелести кооператива Или хамелеон Или хамелеон Да хорошо Ну вот Такой мы пламенный Позыв Призыв Если кто то хочет говорить Пожалуйста Вот микрофон берите И туда прямо У него говоришь Что у вас слышали все Меня зовут Андрей Андреевич Фамилия Майя Гортунов Председатель Потребительского общества Заря Значит То что вы озвучивали Вот это Концептуальную модель Свою Да Ну это уже Все повторяется То есть И Ленин говорил О таких проектах Но у него Ничего не получилось Потому что Люди были неграмотные Читать писать не умели И он не сумел реализовать А сам принцип Формирования будущего Он уже сформировал То есть Превратить Советы Народных депутатов Не для Народа А через народ А у нас сейчас Превратили Советы Для народа Типа Да Понимаете То есть Они за нас думают Они нам предлагают А мы тут Сопротивляйся Не сопротивляйся Они все сделают То есть Плановая система Планируемая система Не плановая Планируемая Так вот О потребности народа Никто не говорит Соответственно О чем это говорит Что информация У нас Очень слабое Информационное поле У нас все Средства массовой информации Захватили Те кто рулит Телевидение Радио Интернет И поэтому У нас Вот У нас Единственный шанс Это создать Информационное поле И называется это Сарафанное радио Вот все Что могут Они купить Уже купили За деньги А сарафанное радио При всем их желании Они это сделать Не смогут И поэтому Полагаться на Их инструменты Телевидение Радио Мы думаем Это Тупиковый вход Только сарафанное радио Да 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 Вот и сарафанное радио Оно Уже все готово Сейчас Запускается На следующую неделю Расчет На систему И все Я не слышал Что вы говорите Поэтому Я сейчас Собственно говоря Где-то около Четырех лет тому назад Я на Собраниях На съездах Предлагал проект Тысяча квартир Модуль То есть Мы делаем По секторам Любой Населенный пункт Тысяча квартир И там Запускаем Вот это Сарафанное радио Спокойно Без проблем И по мере Значимости Информационных потоков Встречных В ту сторону И обратных Да И вот С этой информацией Надо уметь работать Вот мы сейчас Научились Там Инженеры Там Энергетики Там все А с информацией Мы работать Не можем То есть Информацию Надо уметь Сконцентрировать И чтобы она Поступила В Вот эту вот Ромашку Как вы говорите Не просто Информация Она должна быть Сконцентрирована Чтобы она Принесла Какое-то Информационное Поле А там уже Специалисты Ее расшифровывают И посыл Тоже Зашифрованный Но на местах Тоже должны Уметь Расшифровать Эту информацию Вот задача Вот задача Остальное У нас Все Есть Мы Грамотные Страна У нас Как-никак Есть Она Прижит Нам Народу И все Что Сейчас Эти Заявили Типа Они Власть Никакие Они Не власть В конституции Четко написано Власть Прижит Народу И согласно Конституции Они Должны Обеспечить Эту власть Не услуги Нам оказывать Как сейчас Они Взяли На себя Функцию Типа Они Нам Услуги Оказывают Они Должны Обеспечить Нам Власть А власть Это Что такое Право Принимать Решение И я Когда Принимаю Решение То нельзя Там Не положено Это Что такое Это Вот Они Занимаются Сейчас Подрывом Конституционного Устроя 100% Поэтому На них Обращать Не надо Внимание Просто Надо Выстраивать Вот эту Государственность Что такое Государство Это Самоорганизация Граждан С целью Не получить Прибыли Как Самоорганизовываться ООО Там Или Акционерное Общество Там Они Организовываются Чтобы получить Прибыль А мы Формируем Организацию Вот Да Это Самоорганизацию Для удовлетворения По требностей О чем Вы сейчас Скажете Духовных Равственных Да О Дети Рождаются У нас Да У нас Все Есть Да А мы Начинаем Вот Опять же Навязывать Услуги Какие-то Не надо нам Никаких услуг Ничего Просто Если кто-то Хочет Реализовать Себя Как государственник Приходи И служи А мы Обеспечим Тебе Всем Чем Необходимо А вот Они Сейчас Приходят На работу Они Все Работают Контракт У них Да А что Это Значит Контракт Хочу Делаю Хочу Не Делаю И что С него Спросишь Вот Он Не Сделал Украл И Надо Еще Доказать А на службе Он Не Выполнил Свою Работу Ну Не Раба Это Функцию Да Вот Службы Ну Как Вот Раньше Слуга Был Иди Отсюда Че Ты Сюда Здесь Че Ты Я Тебе Как Буду Кормить Зачем Я Тебе Буду Кормить Гуляй Вот Это Надо Все Привести В соответствии Это Хорошо Что Сейчас Вот Ситуация В которой Мы Оказались Нам Есть Чем Сравнить Понимаете И Перед Народом Встает Выбор Хочешь Служить Государство Пустое Вон Все Вакантные Места Хочешь Работать Иди К ним А Там Эти Крысы Которые Друг Друга Как Скорпионы Они Сожрут Однозначно Уже Доказано Теории Развития Капиталистические Оболочка Их Загнивает Все Взрывается Это Безусловно Да А тут Вот Постиндустриальный Строй Сейчас Да Вот он Он Имеет Право Перерасти Демократию Социалистическую Вот и все А сейчас Капиталистическое Они нам Предлагают Опять Но мы уже В этом тоже Были Ну вот Такая Вот Информационная Как бы Посыл Тоже Да Что Все у нас Есть Надо научиться Работать С информацией Предложить Выслушать Сконцентрировать И Бросить Да Поскольку Народное Славянское Радио Это Народные СМИ 14 лет Мы существуем Поэтому Все это Уже у нас Налажено Наша команда Работает Не за деньги У нас Нет такого Понятия Зарплат У нас Есть Малый Круг Который Избирается Всем Коллективом Как Это И было Принято У наших Предков Если Вы Приняли В Малый Круг Решение Кого-то Избрать В этом Случае Тогда Подчиняться Должны В конце Вы можете Переизбрать Можете Убрать То есть У нас Прямые Выборы И Главный Редактор Который Также Выбирается На Общем Собрании Каждый Раз Свою Кандидатуру Снимаю Осенью У нас Осенью Переизбрание Каждый Год Меня Выбирают Я Устал Ребята Пустите Меня Они Говорят Нет Быть Главным Редактором Потому что Есть еще Какие Другие Задачи В этой Жизни Поэтому Средства Массы Информации У нас Есть И Народ Нас Знает И мы Этим Занимаемся Много Лет Как раз Уже Профессионально Чтобы Вы поняли Насчет Зарплаты Моя То что Называется Зарплата Стипендия 20 тысяч Рублей Я Главный Редактор Причем Зарплаты В стипенде Других Людей У нас Больше Те Которые С детьми У которых Есть Потребности Ну О чем Это Говорит Понятно Да Вот Не ради Денег Не ради Славы А ради Жизни На земле Вот Так что Это Есть Работа С информацией У нас Настроена Опытные Специалисты Опытные Профессионалы Которые Также Радеют За нашу Державу За всех Нас Человеков Они Существуют Значит Я тогда Хорошо Я тогда И на Ваше Воскрепление И на Ваш Ваш Встречу Если Можно Значит По поводу Что такое Безденежная Экономика Это Шире Коммунизм Как-то Так Выразились Значит Ну Коммунизм Это Происходит От слова Комуна Или Коман В переводе На русский Язык Это Община Община Это Наша Исконная Традиционная Форма Существования Так Что Коммунизм Это Общинность Это Да Я принимаю Что Это Это Форма Организации Общества Отношения В обществе Поэтому Куда Шире Я не знаю Если Вы Сможете Шире Хорошо Дальше Значит Взаимодействовать С государством Был высказан Тезис Нам придется Так или иначе А с каким Государством Понимаете Вопрос в том Какое государство И Ленин Это очень хорошо Объяснял Государство Может быть Народным Может быть Антинародным А может быть Колониальным Вот Оккупационным Колониальным Государством Может быть И если Государство Колониальное Оккупационное Его цели противоречат народу Понимаете Надо искать Тогда каких-то Единичных Союзников У которых В голове Немножечко Другие взгляды В этом государстве Они есть Да Надо искать Таких Вот И с ними Союзничать То есть Надо очень выборочно Выбирать Союзников В государстве С кем Взаимодействовать А не просто Так Вот это Государство И мы будем С ним Взаимодействовать Да Извините С Набиуллиной С Грепом Бесполезно Взаимодействовать Это просто Уроды На мой взгляд Невозможно Да Я не боюсь Я прямо Как бы Это всем уже известно 300 миллиардов Отправили Там И Греф Недавно Показал себя Очень хорошо В Алтайском крае Да Вот Значит Дальше По поводу Сарафанного Радио Ну простите Мы живем 21 веке Давайте Голубинную почту Будем использовать Тогда Да Когда-то Да Ну Можно Да Можно Ямщиков Там Почта Была Лошадиная Ну как бы Сарафанное радио Работает Когда вы В небольшом Живете Княжестве Там Где Ну Скорость Передачи Информации Маленькая Сарафанного Радио А мы живем 21 веке Поэтому Надо использовать Все средства Способы И технологии Для Нашего Взаимодействия Вот Тем более Что мы Когда-то Перейдем Глобальный масштаб И надо Будущее Смотреть дальше Межзвездные На Марс Там И дальше Ну Надо немножко Дальше Смотреть На мой взгляд По поводу Постиндустриального Общества Она что Заводы Уже не работают Что Как-то А машины Где делаются Там У нас же Производство Работают Вот я В РКК Энергия Работал Там Заводы Работают Они же Не постиндустриальные Это Индустриальные Мы совмещаем Просто Несколько Сразу Укладов В том числе Индустриальный Уклад Вот Дальше Экономика Для чего Нужна Но она Не только Для воспроизводства Населения Там Для еды И так далее Она Служит Также Целем Развития Общества Прежде всего Не для прибыли Понятно Но и Целем Развития Общества И именно Этой Задачи Развитию Общества Движению Его К новым Высотам Должна На мой взгляд Служить Экономика Вот Дальше По поводу Тысячи квартир Значит Сейчас Мы живем В 21 веке Уже В период Когда техносфера Давит на биосферу И нам нужно Переходить К биосферной Экономике И к гармонии С природой Соответственно Нам нужно Большие города Постепенно Налаживать Процесс Перемещения Людей В небольшие Средние Малые города И поселения Это развитие Малых Средних городов Территорий И так далее Но естественно С новым Качеством Уровнем жизни Ну пока Достаточно Наверное В полной мере Согласен Со всем Что сказано В коротком докладе Естественно Все уточнения Невозможно было сделать Но вот как раз Это все Вот эти уточнения Имелись в виду Что если мы видим Кто-то из тех Кто является чиновниками Стоит на стороне народа Это не означает Что я должен бошку разбить Как какому-то дураку Который туда залез Или кого-то поставили Да Поэтому взаимодействие Должно быть с теми Кто адекватен И кто за народ Вот только с такими Это раз Второе Если есть хорошая инициатива Какая-то То эту инициативу Можем брать Как на флаг А вот инициатива Такая есть Да Ну почему мы должны сказать Нет мы не будем Инициативу принимать Если она есть Например там Культура Самоопределение Кооперация Инициатива Есть такая Есть Там 809 указ Есть Есть Мы можем сказать Что мы в рамках Этого указа действуем Можем И нам никто не скажет Что вы что-то против делать Потому что в высоких трибун Владимир Владимирович Это было обозначено А раз так То почему скажет Да нет мы не будем Ну зачем То есть вот это Как раз имелось в виду Естественно Что вот все о чем Как его назвать Сергей Вот все о чем вы сказали Это Поскольку 14 лет Мы существуем У нас огромное количество Программ Живых эфиров С разными людьми Где эти все проблемы Поднимались И по расселению И по улучшению жизни И по объединению Поэтому В полной мере Мы соратники Никаких вообще Противодействий здесь нет Я увидел очередного соратника Я рад тому Сергею Арсеньева Татьяна Степанова Сейчас я бухгалтер Веча Ну вообще пенсионер Хотела Хотела уже на пенсию Но когда не дают Да Жизнь не дают У меня вопрос Вот за 14 лет Насколько ваше сообщество Увеличилось Расширилось Можете сказать Ну это вот Один из вопросов Я в течение Ну теперь уже даже не помню Пяти или уже семи лет Начала осваивать Бухгалтерию В кооперации И в силу этого Знакомилась Со многими кооператорами К сожалению К сожалению В нашей стране Ну я могу только за нашу страну говорить Потому что Очень Мышление переформатировалось Куплю-продажу И людей Даже кооператоров Кооператоров Которые организуют Кооперативы Они Очень Часто Все равно Скатываются На отношения Купли-продажи Даже в терминологии Потому что Это настолько Сильно В нас уже Пропитало И меня В том числе Потому что Здесь Исключений Это не может быть Вот И это На самом деле Очень сложно Переформатировать Наши головы Вот на Вот эти Отношения Обмена Услугами Да Мы все время Хотим Продать Купить И вот эти Денежные отношения Очень крепко сидят Ну и Здесь Это долго Можно обо всем Говорить На мой взгляд Еще что Вот Когда говорят О власти народа Власть может быть Когда у нас Есть Собственность В нашем распоряжении Так как народ Не распоряжается На сегодняшний день Собственностью Не владеет Этой собственностью Даже Даже теми Кооперативными Квартирами Землями Участками Которые у них есть Поэтому Здесь очень Сложно Вот об этом Говорить Понятно Получается Три вопроса У нас Первый вопрос Как расширились Второе Вот это Как быть С теми Кто Загружен Занозами Капитализма Да Вот И по поводу Собственности Значит Расширились Мы как Ну что Простой пример Да Еду в метро Подходит Вы не Алексей Орлов Еду Едем Такси Вызываю С меня Не берут Деньги Говорят Ну это Внос Взнос Пускай будет Взнос На Росславе Говорю Опа Хорошо Теперь со мной Многие пытаются Ездить на такси Ну конечно Не каждый раз Не каждый раз Происходит Но часто Вот Где-то Лет 5 назад Мы делали Тогда еще Делали Наслушали Около 2 миллионов Человек О чем Это говорит За это время Мы расширились С точки зрения Показателей С точки зрения Просмотров С точки зрения Качества И так далее И тому подобное Вот это вот Что касается Расширения Аудитории Но здесь Есть Труженики Наши Кто Наши соратники Это одни Это в районе 40 человек Нас трудятся Есть малый круг И есть помогающие Кто-то по сайту Да Это вот как раз Маленькая ромашечка То Мы вот то Что я предлагаю Это все в жизни проверено Как нашими предками Так и мы сами Проверили И вот эти Перевыборы Выборы У нас проходит Никакой демократии У нас нет У нас народное Прямое Голосование И так далее Дальше По поводу Того Что Занозы капитализма Висят На каждом из нас И многие пытаются Кооперацию перевести В Бизнес Я провожу Семинары И с каждым годом Семинары все Жестче Жестче Вот в рамках Кооперации идут И не просто Давайте ребята Кооперацию А давайте Как Да Потому что Многие начинают С того что бегут И регистрируют Кооператив Я объясняю Регистрация Кооператива Это Ну должно быть Когда у вас Коллектив уже есть Когда у вас есть План действий И так далее И тому подобное А просто так Когда вы регистрируете Кооператив Ну вы пошли Заплатили налоги Там что-то еще Что-то еще И потом До моклов Вещь над вами висит А чем заниматься Непонятно Поэтому когда у вас Есть цель Есть путь Есть шаги Ясно что надо делать Понятно какие соратники Какие нужны ресурсы И такая-то форма Но даже без организации Кооператива Юридически Вы многие дела Можете так делать Потому что это уже Считается общественная Организация И вы с точки зрения Общественной организации Уже много что можете делать Но если вам нужна Регистрация кооператива То пожалуйста Регистрируйте Примеров Как и зарегистрировать Огромное количество Есть успешные Вот это касается Того что есть Второе Я призываю Не к тому Чтобы давайте Сейчас как можно Больше кооперативов было Я предлагаю вариант Что давайте-ка Мы совместно будем Это делать Где-то это Единый кооператив С кооперативными участками Где-то перекрестное членство То есть отдельные кооперативы Но надо на выходить От уходить От местничества Вот этого Местечковости Вот я зарегистрировался Вот здесь сижу В любом случае В этом случае Кооператив превратится в бизнес Либо умрет Либо в бизнес А если мы все вместе И у нас как в ромашке Есть замещение Вот мне нужны фрукты Мне нужна рыба Мне нужна вот эта И мы вместе Друг друга снабжаем Вот тогда возникает вопрос А что с нами Можно сделать налоговую Какие нам могут Предъявить Если мы снабжаем Друг друга Обмениваемся И так далее Как-то был задан вопрос А вот налоговая Часто закрывает Кооперативы На самом деле Последнее время Мы видим прям бум Идет закрытие кооперативов Через два года На третий Предъявляется Огромный там Счет Ребята Вы типа уходили От налогов Почему? Потому что Налоговая У них нюх на деньги Как только идет Оборот денежный В этом случае Вы должны заплатить налоги И попробуй докажи Что ты не жираф А я говорю Там где нет денег Там и нет налогов Мы налоги готовы заплатить Если это все по закону То есть Кооперацию я не призываю Чтобы это был уход от налогов Ну это глупо и тупо Как мне один сказал Человек очень известный Говорит Зарегистрируйтесь в этих зонах Которые у нас Льготные Там у них пять зон Кажется по России И под один процент Живите себе счастливо Один процент Вас будут брать и все В течение двух-трех лет Вы будете Может быть даже десяти Будете счастливы Пока эту зону не закроют Поэтому говорит Создавать кооперацию Со всеми проблемами Это вообще Ну нет смысла Для того чтобы Уходить в налогов Кооперация Это форма жизни Это образ жизни Это объединение людей В делах А вот Поэтому я все говорю Не уход от налогов А создание общинности Создание нашего Большого и общего Создание семейных отношений И прямые Прямое обеспечение И на своих семинарах Я привожу очень простые примеры Когда людям Станется понятно А как это действует Что такое безденежная экономика Например Как раз кооперативе Она и должна В первую очередь Проявляться Там даже Не надо залезать Криптовалюты И так далее Там еще все проще делается Но если нужна Криптовалюта Без проблем Она вам помогает Вы настроили Почему бы и нет Но опять же Это только один Из инструментов И не более того Поэтому уход От этих занос Это очень важно И мои семинары Начинаются с того Что я вот как раз Рассказываю Вот это и говорю А вот так вот можно жить И даже те Которые побывали В бизнесе Даже те Которые Бизнесмены Приходят И говорят Слушай А что-то в этом На самом деле Есть Пожалуй Трудновато им Перейти Да Согласен И вот сейчас Мы планируем Трудновато Переходить Вот Но они уже Они уже понимают Что вот Ну давят Вот И Ну и по поводу Там Всех вот этих вопросов Что Как нам дальше жить Средство массовой информации Вот единое средство массовой информации Должно в этой ромашке Быть предусмотрено Наши кооперативные Наши державные Если у нас нет Средства массовой информации Считайте Что мы Не мы Глухие И нас никто не знает И Есть несколько способов Очень простых Которые через кооперацию Можно создать Сначала свою Единую Сеть реализации Сеть разработок Сеть поставок Сеть первых Ну и так далее Это все очень просто делается В примерах того Большое количество Просто сейчас у нас Другому немножко Наша встреча посвящена И поэтому Вот в эти вот Толкости Наверное мы сейчас Залезать не будем Микляев Михаил Икарович Проекты Народосбережения Ну там несколько Три основные Вида деятельности Я потом скажу Значит Вот такой вопрос Вот я Для меня это откровение То что я слышу Поэтому Поэтому Да Вот вопрос такой Мы что обнаружили Сейчас мы В начале знакомства Говорили об этом Что допустим Идеальный случай Взять Есть все Значит Проект Технология Да Инвестор Люди вроде Начинают И обидно Что такой Тормоз Не тормоз Но какой-то Когда мы Мало взаимодействовали Когда пошел На сотни людей То Такое Явное впечатление Может быть Кто-то Тоже этим Наблюдает Мора какой-то С людьми Люди Не умеют Договариваться То есть Вот смотришь Ему в лоб Договорились Через два-три дня Там Не дай бог Через месяц То такая интерпретация Да Что для тебя Это какое-то Непонятно что Вот Поэтому В данном случае В связи с тем Что для меня Это откровение И как Сейчас говорилось Про ускорение Распространения информации Да Нужно быстро Да Вот Поэтому Значит Не может ли быть Таким ускорением Да Значит Инновационная Упаковка Сарафанного радио Чтобы Вот Люди Ну например Конкретно Есть регион Где есть Несколько десятков Бойцов Настоящие Морпехи Там Десантики Погранцы Вот Делают вместе Некоторое общественное дело И вот Стоит вопрос А что потом И тут как раз Значит Татьяна Анатольевна И мы все Своим кооперативом Значит А давайте-ка Белок будем производить Да 0-3% По стране Всего потребности Да Вот И вот тут Начинается Очевидная задача Прекрасные технологии Экстракласса Мирового Да Никто так не умеет Да Они же есть Собрались вокруг этого Памятника Спецвойскам Но они сейчас его сделают Вот И Дальше А зачем А вот если найдется инвестор А вот если когда инвестор Тогда мы соберемся Коператив И вот эти замкнутые круги Да без конца Поэтому мой вопрос простой Можно ли Вот этот морок Обнулить Да Вот Или вообще его не допускать Вот Не затормаживать этот процесс Создания коператива Тем чтобы Кто-то Ну Из инициативной группы Хотя бы Берутся люди Проходят у вас Ликбез технологический И создается Ячейка Славянского радио На месте И тогда быстро Все узнают друг друга Дискуссии происходят Практически За несколько дней Можно все вот эти мороки Убрать И люди будут поражены Рады Что они от этого Избавились От этого Да Вот Да Что они На себя смотришь иногда После попойки Извиняюсь Да И смотришь Господи Что ж такое было со мной Да Вот чтобы люди вот так Вот увидели Их стыд обуял Да Что в окопах сидят молодежь Дает нам время Что-то еще успеть сделать Да А мы тут А вот так А как же так А вот найдется ли инвестор Ну и так далее Вот такое мы предложим Можно ли клонироваться От вас На места Благодарю Очень интересный вопрос Очень хороший Значит так Поскольку здесь было правильно сказано Сейчас интернет позволяет Из любой точки вещать В любую точку У нас нету офиса У нас нет на сегодняшний момент студии У нас люди живут Кто-то на севере Кто-то на юге Кто-то в Сибири До вот этих проблем У нас были люди Белоруссии и Украины Понимаете То есть мы единым народом Объединились И создали Это все дело И независимо от того Есть у нас офис или нет Мы это можем снимать Войдите на любую точку мира Вообще То есть у нас эфиры Проходим по скайпу Если куда-то нужно Там приехать конференцию Мы везем аппаратуру Так же ставим И транслируем Независимо где Вот я сейчас вернулся Из Екатеринбурга Там был мозговой штурм Два дня мы занимались Этими вопросами Кооперации Как людей как раз организовать Как чего сделать Тому подобное Планируется потом На Альхоне У нас встречи И в Иркутске В августе месяце В середине августа Там уже Ну не знаю Получится не получится Там уже бизнес Хочет подключиться Потому что Ну говорит Мы с ума сходим здесь Нам что-то надо делать Ну реально Почему я говорю Что бизнес Бывают разные Как и чиновники Бывают разные Как и военные Бывают разные Как это выяснилось Вот Теперь отвечаю На вопрос Почему такое происходит Дело в том Что народная Славяно-русская Вот эта наша культура Она показала Вскрыла очень многие проблемы Вернее так Решения Решения Которые сегодняшние проблемы Существуют И первые свои семинары Которые уже почти 8 лет Я начал проводить Которые назывались так Родовая нить Жизнь без страха Жизнь без страха Люди которые приходили туда Они говорят А что так можно То есть они понимали Для чего я пришел в этот мир Кто я такой И понимали К чем мне лучше заниматься В этом мире А не отнимать у кого-то что-то Второе семинар Это было управление судьбой Когда человек понимает Более широко К чего делать Куда двигаться Ну в кавычках Само управление судьбой Как делать И так далее И тому подобное Третий Это было сейчас Слово произнесу Многим наверное даже неизвестно Это славяно-русская варновость Вот Вот Что я ожидал Словяно-русская варновость Варна Многие слышали Индуистские варны Но вот Каста варновой системы Это фашизм Реально Фашизм Нацизм Ты родился вот в этой касте И будешь в этой касте Всю жизнь И помрешь здесь Даже если ты гениальный А если ты тупой И родился среди Управителей Ты будешь тупым Но управителем Вот Это каста варновой системы Словяно-русская варна Подразумевает Варна предназначение Варна прохождение Варна нахождение Социальный уровень Там много чего Это в росте Это в движении Никаких затыков Никогда нет А каста Это как профсоюз Из которой ты можешь выходить Свободно Присоединяться То есть сословия Сообщества Вот то что у нас было Это и есть Поэтому у них каста Варновая система Которая была им дана Чтобы они друг друга Не передушили А у нас варновая система С дополнениями Где человек Не запихивается куда-то А сам понимает Где Для чего он рожден Этот мир Какие у него лучшие качества Есть Какие худшие качества Как худшие подчинить лучшим Как жить в сообществе Как продлевать потомство И так далее И тому подобное И вот Это уже был только третий семинар И когда люди посмотрели Работа как автомат Калашникова Вообще без сбоев То есть Вот буквально в разговоре Два-три Услово перекидывает человек Мне уже понятно Какой у него уровень Социального мышления Какой у него там Инструментария Готовности что-то делать Повести Он готов помогать Он готов Или подчиняется Он всегда И так далее И ты сразу понимаешь Вот с этим человеком Сейчас можно заниматься А вот с этим Только через пять лет А этот вообще Готов прийти Как Антошка Есть картошку Все Он больше ни на что не способен Ну есть такие люди Замечали наверное Да Но это же тоже наши люди Их тоже выкидывать нельзя Поэтому те Кто во второй В третьей Четвертой варне Вот такие Которые вот С инструментарием Таким мощнейшим Да Их единицы Вот им сейчас задача Это просто врубиться в это Что они пришли в этот мир Не просто так И помочь совместно нам Создать Как раз Не капиталистическую систему Самоубийства А нашу державную Систему народа власти Народа управления И так далее Чтобы каждый Не впихивался туда Как винтик в машине Сломался и выкинул А чтобы он был на своем месте И ни с кем не конкурировал Потому что каждый из нас Это чемпион На своем месте В свое время Да Понимаете И занимаясь своим делом Вот на другое место ставишь И все Он не чемпион И на его место поставишь Все Собака на сене получается Сама не ем Другому не дам Вот для этого Эти семинары проводятся Это все основа Нашей древнейшей культуры И эта культура Замыливалась Убивалась И вместо этого Ставились любые Чужие культуры Вот про греков Вам все что угодно Расскажут Про иудеев Что угодно Расскажут Да там прям история На этом все строится А наши Жили в лесу Молились к лесу Какие-то темные Чумазые Непонятные Да что-то Самая большая страна Получилась у нас Которая до сих пор Рушит-рушит Но чумазые Вот ее образовали И письменности не было Ну как же они могли Без письменности И не было управления А как же мы без управления Такой страны Ну и так далее То есть Наврали-наврали Мы поверили Вы это все приняли Оказывается Совсем не так И вот Говорю 14 лет Это первое Несколько это была Подготовка к этому всему А сейчас это уже Изложение Как на основе наших Родовых устоев Которые Ну по крови нам близки Наша культура Это по крови нам близко Без всяких там Религиозных вот этих Вот заморочек Там или что-то Вот есть то Что находится в основе Как фундамент И вот на основе этого Мы можем возводить Тот храм Который нам всем нужен Ну примерно так Поэтому Поэтому Славянское радио Значит Алексей Вот мы хотим Создать филиальчик от вас Нас тут там 40-20 там человек Да Помогите обучиться Да Значит Проходит Может быть За какую-то копеечку Там не важно Да И начинают Это самое Вот И это Начинает клонироваться Все Значит Продолжим Вот для этого В том году Было создано НСЕ Народно-славянское единство Так называется Это добровольный Такой чат Присутствующий В телеграмме НСЕ Народно-славянское единство Подразумевалось Что это строится По принципу копного права Ну наверное слышишь Такое копа Да Когда случайный человек Выше пролезть не может И строятся десятки Потом сотни Тысячи И так далее И вдруг Если кто-то Скурился в десятки То он не выбивает Все А он Ну Там разбираются Ставят всех на место Да все Разобрались И она дальше продолжает жить Ну как клеточку Вот оторвали Залечили И организм целый здоров И вот по такому принципу Строится Сейчас есть представительство По России Есть представительство В Беларуси Есть представительство В Германии Словакии В Болгарии И по разным городам России Единственное что Я говорю Ребятушки Надо дальше продолжать Двигаться И уже Ну не просто Вы сеточку такую создали А чем теперь людям В этой сетке заниматься Ну собрали А дальше то чего И расширять Взаимодействие с другими С кооперативными Взаимодействиями С союзами Ну то есть Вот с нами Со всеми Соединяться Объединяться И вот тут как раз В каждом регионе Нужно подбирать И дела Которые и интересные И полезные У нас принцип какой Развлекая И увлекая И направляя И направляя действовать Ну простой принцип Да Как в игре Ну все мы играем Вся наша жизнь игра Все мы родом из детства И через это Предлагают дела Где-то субботник провести Где-то какое-то доброе дело Где-то уже кооператив создать Где-то пункты выдачи создать Да Совместную закупку провести Ну самое простое Элементарное И через это начать расти И показать другим примеры И вот сейчас Когда уже прошел год Люди уже начинают думать Да Мы как-то вот Ну обосновали это дело Да Уже у нас чаты работают По регионам Городам Теперь необходимо заполнение И вот В скором времени Пригласили Вот поговорить Там В июле Вот 20-х числа Поговорить Мозговой штурминг провести С московским таким вот Регионом С московским кругом У этого НСЕ Ну надеюсь Что у нас все пройдет нормально Поэтому Все вот эти вот мысли Которые витают в облаках Или витают в головах Каждого из нас Они одинаковые Нам надо просто это сложить вместе И привести к одному тому Что нам позволит Быть непобедимыми И сделать счастье Не просто так Там Оторванные от жизни Летящие, парящие, свистящее Да А счастье вот реальное Кстати вот так Сейчас предоставим Да Поэтому существует Таких вот площадок Меня в пятницу приглашают Еще на собрание Там уже площадка тоже создана И сейчас вот сразу скажу Я несколько лет назад Начал предлагать Ребятушки Перестаньте заниматься ерундой Тот, кто рисует программы Программисты Тот, кто думает о программах Давайте мы сделаем проще Вот посчитаем Сколько вы вложили денег Сколько вы вложили времени Своих усилий В создание своей программы И каждый говорит Я вложил 500 тысяч Кто-то вложил 3 миллиона Кто-то уже там К 10 миллионам подбирается Ну совместно Кооператив Вкладывает Вкладывает Говорю А насколько ваши программы Вот уже на сегодняшний момент 100% Готовы учитывать все В кооперации И все в жизни человека Оказывается Что где-то что-то не доделано Где-то что-то не учтено Да, скорее всего Близко Ну где-то по бухгалтерии хромает Где-то по обмену хромает Где-то по учету Где-то там Ну неудобно Да Неправильно Была сделана Основа Взята Я предлагаю Да перестаньте Заниматься самодельством Давайте мы соберемся Сколько у нас 50 таких программистов 100 Ну таких вот Кто программирует Давайте вместе соберемся Рассмотрим Самые подготовленные программы Выберем Самые Вот которые Передовые Где-то модульная Модульная схема И вместе Вложимся В одну программу И для всей страны Сделаем одну программу Если же про кооперацию То говорим Ну совместное дело Сделаем Что же вы тратите Деньги и время На вот эту глупость Как вы думаете Какой результат Больше всего Сурки сидят Это моя программа Я в нее вложил Миллион Ну беда просто Ну как маленькие дети Вот то что называется Первая варна Детский сад Да Поэтому Да Так мы можем Перекрестных сделать Участие Это не проблема Вот поэтому Вот этот центр сборки Координации управления Должен быть Не я Это моя корова И моя домик Да Да Поэтому центр сборки Координации управления Если будет создавать Алексей Орлов Это будет его Центр сборки Координации управления Этого допускать нельзя Нужно чтобы это был Народный центр сборки Координации управления Из тех людей Которые вот в этот Желтый сегмент Готовы войти Я готов в нем участвовать Я готов там Что-то рассказать Подсказать Направить Поучаствовать Как информационный И так далее Но нельзя Чтобы я его организовал Иначе это будет Мой центр сборки Координации управления Ну вот мы сейчас Собираемся Для чего Почему я езжу На Урал лечу Почему я в Иркуск лечу Почему я там На запад На восток На юг На север Я хочу Чтобы этот народ Проснулся А не так А что ты Алексей сделал Где Где-то община Где-то община Которые можем прийти И счастливо Начать жить И кушать пирожки Ну понимаете То есть Я говорю так Что Не Алексей Орлов Это должен делать Это должен делать На рот Вторая и третья Группа людей Осознанных Осмысленных Здравствуйте Меня зовут Минаева Татьяна Я председатель Совета Кооператива Вечи Существуем мы Как Вечи Недавно А так я занимаюсь Шесть лет Уже кооперации Я тот человек Который в детстве Жила в кооперации Поэтому мне Просто понимать ее Поэтому я ее Транслирую Уже пять лет То которые Как она правильно есть И недавно Я познакомилась С ребятами С Крыма Денис Со своей командой Компьютерщиков Уже 13 лет Как запустили Назад И на сегодняшний день Готова Действительно Социальная сеть Расчетная система Сейчас запускается Все на кооперации И они Я его Позже сейчас Это подключу Он вам расскажет Вот Сейчас у нас Еще в гостях Олег Полковник наш Он тоже Севастополя Он как раз Как раз Кооперацию продвигает СНТ И вот ребята Еще предложили Так как мы Кооперацией занимаемся Я все время говорила Кооперацию Не нужно создавать Чтобы заниматься Всем подряд Как уошка Кооперацией Нужно заниматься Когда ты понимаешь Вообще Система Они уже объединились Они уже объединились И строительные Все кооперативы Вот И столы заказов Вот Потом дадим Слово Вот Уже они Это делают И сейчас Мы Как говорится Сделали один Уже форум Кооперация Объединяйтесь Потому что То что мы много говорим Мы говорим Общие слова Услышьте Общины Там Вот эти неправильно Вот те не так Вот эти не доделают Если мы Каждый Своим кооперативом Объединились И нам сейчас Любезно Предоставлена Эта площадка Мы на нее Переходим Это на наших Российских серверах Завтра вам Ватсап Телеграм отключат Уже Начинается Вы где будете Все Мы сейчас Наоборот Говорим Ребята Давайте Объединяться На наших Серверах На наших Соцсетях Наша Расчетная Казна У нас есть И вот то Что вы говорите Там Я 20 Получаю Я 30 Такого не должно быть Для чего Кооперация существует Закрываем Подребности И реализуем Возможности И у нас сейчас И в Крыму И под Каширой Мы взяли земли В кооператив И открываем Свои поселения ЗОЖ Кабинетами И каждый Кооператив Вносит Паем Своё То Что у них Есть Образование Дом Стол Как говорится Машину ЗОЖ Кабинет Приборы Сельхоз И эти самые СНТ Все Продукцию У нас же Раньше Было За год Контора Приносили Все Теперь Мы предлагаем СНТ У вас Нету Рядом Магазина Но вы же Можете Грибы Собрать Нам Принести Вы можете Нам Яблоко Принести Кто мы в городе Не выращиваем Правильно А мы вам за это Отремонтируем Дом Баню Воду И все Остальное И услышьте Мы на сегодняшний день Готовы Объединяться Существует Это уже Площадка Ее Сейчас Нужно будет Наполнять Не думать Как Чего собрать И чего доделать А нужно Ее Наполняться Заходить На эту площадку И наполнять И уже Производство Готово Мы уже Объездили Я лично Наполнять Сейчас буду Эту площадку Со следующего Месяца Производители Уже тоже знают У кого есть Уже команды Правильно Алексей сказал Что не надо Создавать кооператив Если вы вообще Не знаете Чем вы собираетесь Заниматься Я в кооператив Собрала Потому что я Предпринимателем Бывшим Ну бывших не бывает Мне легче понимать И со стороны Кооперации И со стороны Предпринимательства И со стороны Сетей Я изучила Эту всю Науку Я сеть Строила Один год В сетевой Крупной компании За год И до сих пор Она мне приносит Ну как бы Сказать Результаты Поэтому Когда мы Не сумками Занимаемся Не бла-бла Занимаемся Простите Конечно Вот Поэтому Давайте слушать Грамотных людей Которые Создали Уже Все Нам осталось Собраться Объединиться И сейчас И сейчас Пилотный проект Я вам Уже Заверяю Начинает Уже Осуществляться Я тот Человек Который Со своей Командой Со всеми Объединяю Это Если За 15 Как правильно Говорится Биологически Чудеса Происходят Нам сейчас Укоряют Что он всех Загнал В колхоз Но при этом Частные Продворья Давали До 80% Продукции По регионам Ну кто-то Сейчас Так сказать Да 80% Продукции По регионам Удивительно Когда колхозы Еще только-только Поднимались Когда Кооператив Открывался Артель Открывалась По 3% Если необходимо Выдавался Фиксированный Кредит И потом Кредиты Многие Списывались И открывался На течение Одного дня Вообще Без вопросов И были Льготы На 2-3 года И выдавалось Бесчета Кур Бесчета Кроликов Коз Сколько тебе Нужно Баранов 2-3 коровы Это тоже Была государственная Программа Которая поддерживала Это все Но сейчас Мы видим Немножку другое Государство Немножко другое Нацеленное Вот Поэтому Спасение утопающих Дел друг Самых утопающих Поэтому нам Необходимо Это тоже Учитывать И Если у нас Есть вот такой План Комплексного Развития Регионов Где не просто Мы занимаемся Вот чем-то Одним А мы учитываем Всю ромашку По всем направлениям От рождения Там до Каких-то еще Дел То в этом случае Тогда мы И создаем Тот самый план Развития Со своей казной Где у нас Эта казна И На семинаре Как раз Расписал Как это сделать Чтобы у нас Не было этих Вот Остапов-бендеров Которые деньги Там берут И пропадают Там прям Расписана была Целая Такая схематика Давайте я дам Слово Севастополя Денис Вот как раз У них Тоже У него Несколько Кооперативов Которые Каждые И вот За площадку Денис Я тебя Поднесла К микрофону Расскажи Что у тебя Уже Ребята говорят Что давайте Скинемся И сделаем Площадку Для кооперации А ты расскажи Что уже У тебя есть Вот И надо ли Скидываться Добрый вечер Всем участникам Надеюсь Меня слышат В общем Было проблематично На самом деле Было проблематично На самом деле Слушать выступление Потому что Ютуб Периодически Отключается По крайней мере В Крыму Происходит Ну Ютуб Такая площадка Вроде бы Как раскатана Но сейчас В связи С ситуацией В Крыму Наверное У нас Какие-то перебои Поэтому Я частично Слышал выступления Всех участников Ну Замечательно Да В общем Что хочу добавить К лифисказану То есть У всех Здравые мысли Все Солидарны С тем Что нужно Использовать Кооперацию Как инструмент Экономического Влияния Народоизъявления Да Скажем так Это Как бы Отрадно Слышать В общем Мы все Сновидники Все в одной Проскости Думаем Работаем И так далее Это все понятно Но на мой взгляд Самое важное И вот то Что я по себе Заметил Это Это практика Практика Это то Что мы уже сделали То что мы можем Сказать Вот это работает А вот это не работает Да Может быть Нужно делать Тысячу Прото Ошибок Чтобы Понимать Что работает Что не работает В общем По Севастополю По Крыму И по Нашим Предприятиям В кооперации Мы с 2011 Года И одной Сферах наших Предприятий Это Образовательная Сфера Это Детские сады Я сейчас говорю Образовательским языком Детские сады Конечно же В кооперативе Это целевая программа Это кооператив Это родители Пальщики Их дети Целевая программа Уход за детьми И мы начали сталкиваться С сопротивлением Которое Было на тот период Это был 2011 2014 2015 год Со стороны Фискальных органов Это прокуратура Это Роспотребный Звук С Их Ведением Мирового устройства В общем Мы с этим столкнулись Но мы Потихоньку Нашли Коммуникацию Нашли Общий язык И Воспользовались Своим правом На ведение Хозяйственной деятельности В потребительскую кооперацию Что мы успешно делаем Детский сад До сих пор Продолжает работать С 2011 Год По нынешний период Это уже 13 13 лет Да Получается В общем У нас на обучении Порядка 300 детей Это полный пансион Питание Проживание Сон Хореография Развивающие классы Обучающие программы Которые мы Как пайщики Решаем Для своих детей Что они должны быть Именно такие Ну в общем Приезжали к нам Щетининцы Если вы знаете Щетину Вводил Свои практики По образовательной теме В общем Что мы увидели На практике То есть С 2011 Года По нынешнее время То есть Это вот По прошлый год Я возьму По 20 Прошло 12 лет И наконец-таки Мы поняли Что баланская система Это система Которая идет Оттуда С запада И она наносит Ущерб Нашему обществу Ну я честно Буду вдаваться Насчет балансской системы Но в общем Мы еще с тех времен В практике Внедряем Ну скажем так Правильное воспитание Мы считаем Как мы родители Думаем Что должны Обучаться Наши дети То что мы видим В государственных детских садах Ну я не буду вам объяснять Вы тоже сами знаете Кои из дети Внуки В общем Следующее наше направление Это было Продуктовое направление То что мы говорим По заготовительной контроле То что мы говорим По столам заказов Мы это тоже внедряли Делали И до сих пор Продолжаем Это делать Только уже с использованием Ну современных методов Это цифровые технологии Это электронные площадки Это Маркетплейсы Это системы расчетов И так далее В общем Наше предприятие Это предприятие Которое на практике Показывает Как работает кооперация И В завершении Своего выступления Я вот что хочу сказать Я очень много сталкиваюсь Я вообще сам спикером являюсь По потребительской кооперации Практика Достаточно уже Долгая И вы слышите По моему выступлению Что они Вроде Как бы информация Я являюсь спикером На многих площадках И знаете С чем я столкнулся Что мы все говорим Но как только доходит До практики До дела Почему-то То времени нет То ресурсов нет То еще чего-то нет В общем Это огромная-огромная проблема Внедрить Практическое применение Потребительской кооперации Законов Потребительской кооперации Знаний Внедрить в практику Вот это вот Большая проблема С чем Я и мои коллеги И по всей России Хотя статистика Говорит о том Что только в одном Центросоюзе Миллион триста Человек И 2300 кооперативов Только в одном Центросоюзе Достаточно большой объем Черковская операция Тоже вроде бы развивается Но все это Сваливается Чуть-чуть Немного В коммерцию В общем И тогда уже попираются Вот эти вот законы В потребительской кооперации В его развитии Скажем так Как например Сделали в Китае Что как ни странно А они сумели Объединить Вот я тоже Слышал на выступлениях Коллег Что есть капитализм Плохо Хорошо Не важно Важно что Китайцы это сделали Они взяли Объединили капитализм С социализмом Да С хорошим То что Если там и там В капитализме Тоже не все плохо На самом деле В загнивающем капитализме Кто-то из спикеров говорил Да Вроде как загнивающем Но нифига он не загнивающий Они по крайней мере Шарашат Делают И выпускают И все нормально В общем Китайцы показали Как это делать Может быть у них Какой-то опыт Надо перенимать В общем Я зато Хочу сказать Что Практика Это Это действия И вот Эти действия Множество этих действий От нас От множества нас Они вот Приведут Наверное К тому результат О котором Говорили все выступающие В общем Я все Спасибо Ты про площадку Расскажи Что у тебя там Да Я думаю Что А что рассказывать Надо просто взять И показать Мы сделаем Последние штрихи Сейчас доделаем То что мы сейчас Ты знаешь Доделаем Децентрализацию Да Потому что Через Ситуацию Геотометическую Не Ну мы на соцсети Уже можем Переходить Сейчас будем Через месяц И все уже Уже все готово Я так скажу Давайте я анонсирую То есть Анонсирую что У нас Одно из наших Предприятий Это Веб-студия То есть мы Разработчики Мы программисты И вот Мы создали Несколько продуктов Порядка Восьми продуктов Они объединили Веку экосистему Которая нам Поможет Двигаться Скажем так В направлении Правильном направлении Экономики Ну в кавычках В правильном У каждого Своё видео В общем Мы продвигаем Это через Потребительскую Кооперацию Весь инструментарий Заточен Именно под Потребительскую Кооперацию То есть Это конкретно Это социальная сеть Вот коллеги Говорили о том Что нужно Общаться Нужна информационная Радио Я согласен Нужно общаться Поэтому Социальная сеть Арктийская Социальная сеть На серверах Российских С российскими Разработчиками Паверонистами Будет хорошим Подспорьем Тем более Вот Даже сегодня Мы общаемся Почему-то Через YouTube Хотя Я скинул ссылку Не Ну просто Ребята Не знали И не подготовлены Были Давай Ну Не важно Просто Есть альтернатива И надо пользоваться И надо Раскачивать Если мы Начнем Пользоваться Нашими Современными Тракторами Лопатами И Площадками То Никогда Не начнем Пользоваться Поэтому Я когда Скинул ссылку С учетом Того Что Давайте Уже Будем Привыкать Потихоньку В общем У нас Есть социальная сеть Которая позволяет Коммуницировать Общаться Находить Контакты Причем Напрямую Причем В парадигме Кооперации То есть Не то что Вы там Заплатили деньги А мы вам дали Контакт Нет Пожалуйста Все контакты Открыты Никаких денег За что Не берется Вот Социальная сеть Раз Потом Расчетный модуль Это Расчеты Внутри Кооперации Поевые взносы Цельные взносы И все Что с этим Святано Это сейчас бухгалтерия И юридическая часть Я сейчас об этом не буду говорить В общем Расчетная Кооперативная система Которая позволяет Осуществлять Взаиморасчеты Внутри Кооперативной среды Это второй инструмент То есть Не банковские Не банковские карты Дальше Третий инструмент Это Видеоконференц-связь Это вот то что Сейчас мы общаемся Через ютуб Или там Через какие-то там Зумы Некоммерческие структуры Это все Коммерция Это все Часть продуктов Это западные Разработки У нас есть Абсолютно российская Пожалуйста Можем пользоваться Тоже бесплатно Дальше Мессенджер Сейчас вот уже В Госдуме Муссируется вопрос О закрытии Ватсапа Если кто читал Последние новости Давайте в конце концов Закроем Ватсап Почему Не закрывают Потому что Нет альтернативы Хорошие Достойные В общем Мы разработчики Да Уже есть Но опять же Нужно это максимально Популяризировать Нужно этим пользоваться Тогда Тогда это будет Всем понятно А так я Говорю Давайте пользоваться Какой-то системой Непонятной А что это такое У нас нет Мы не скачали приложение Мы ленивые Мы не умеем Пользоваться Смартфоном Да ну ее нафиг Давай через Ватсап Вот и все То есть люди Аморшные Сами по себе Вот В общем Надо над этим работать Из года в год Изо дня в день Из месяца в месяц Я тебе обещаю Я Москву Всю подключу За август месяц На эту площадку Я тебе Денис Обещаю Да Рассылки всем раскину Все будут Но только Те кто в кооперации Да Да В общем Я завершаю свое выступление В общем Эта экосистема Которая лежит На платформе Юридической потребительской Кооперации Вот эти вот Современные Инструменты Позволяют нам Наконец-таки Сдвинуть экономику Ну по крайней мере У нас есть шанс Сдвинуть экономику У нас есть шанс Посмотреть Как работает Китай Как работает Китай Они же взяли Взяли самое лучшее Из социализма То что у нас было В социализме Они у нас воруют Теперь мы у них Заберем эту систему Да Я бы не сказал Что воруют Они просто позаимствовали Увели свои нововведения У них между прочим Очень хорошая вещь Это дисциплина И очень жесткая борьба с коррупцией То есть там расстрел У нас этого нет У нас фраторина Смертная казнь Я ни к чему не призываю Но я хочу сказать Что хорошие разработки Советского Союза Которые были положены На идеологию Китая То есть это религиозность Это уважение к старшим То чего у нас нет То к чему нам нужно идти Это все в совокупности К этому экономическому взрывному росту Если мы сможем это сделать А мы сможем это сделать Мы сможем Мы уже делаем У нас все будет хорошо Мы уже делаем Да В общем пойдем по своему пути Да В общем я завершаю То есть у нас есть инструментарий Который мы даем Абсолютно бесплатно Всем кооперативам Всем пальчикам Да и просто Кажется на Российской Федерации Чтобы мы могли пользоваться Этот инструмент позволяет Я сейчас не вдаюсь в детали Позволяет Но если отдельную лекцию сделаем Я расскажу Как это работает Не что делать Идти в светлое будущее А как идти в это светлое будущее Это разные вещи Между прочим Так вот Вот этот инструментарий Я расскажу Как он позволяет Выстраивает взаимоотношения Между товаропроизводителем И потребителем Что такое Короткие деньги Что такое Безбанковские Зайонные средства Беспроцентные Это такое народная казна Которую вы сейчас делаете Да 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 В общем Я расскажу Поэтому Вот этот инструмент Позволяет Быстро Поднимать Локальные экономики То есть Локально Где-то отдельно В конкретном Кооперативе В конкретно Вот эти 10 человек Конкретно Для себя Вращивают продукцию Но Если кооператив Больше там Тысячу Десять тысяч человек Это уже Больше объем Если это Это регион Если это уже Страна То Начиная с малого Мы уже И сможем Продумать Не только Локальную экономику А экономику Страны в целом Просто надо Продумать правильно Ну С точки зрения Кооперации Наверное Это единственный Путь Который у нас Сейчас есть Не только Это мы так думаем А как бы Это С каждого утюга Сейчас И на каждом Выступлении Правительство Об этом говорит Что нужно Фордовать Кооперативные цепочки Связи Взаимодействия То есть Объединяться Ну так всегда Было Русского человека Он у нас в душе Нужно объединиться Когда на нас нападают Мы объединяемся В общем Я закончил Спасибо за внимание Спасибо огромное Спасибо Спасибо Значит Две реплики По поводу Бла-бла-бла Дело в том Что средства Массоинформации Стали не льет Средства Массоинформации Не производят Кур Не продает Ничего Средства Массоинформации Как раз То самое Бла-бла-бла Которое должно Как нам выяснилось Здесь быть донесено До любого человека Кстати Вот эта фраза Из каждого утюга Это фраза Которую я применяю Уже лет 8 Народное славянское радио То есть народное радио Народное телевидение Должно звучать Из каждого утюга Из каждой душевой Какая-то помните Фрэкен Гог По телевидению Звонила Вот оттуда И должны отвечать Вот И по поводу Теперь уже Денис Да 8 лет назад Я с ними связывался Они тогда уже Программу писали И мне их Анонсировали Там руководитель Насколько я помню Умер Да Один из руководителей Нет Вот Ну Там учредителей много В общем Связывался Я предлагал Вот то что он сказал Сделать доклад Я предлагал тогда уже Делать доклад Об этой системе Для того чтобы Через слушателей Народного славянского радио Через смежные Всех наши каналы Это пропагандировать Поговорили Бла-бла-бла И больше Ничего не было Ну потому что Они были на украинских Потом им нужно пришлось На российские Представляете Переходить Да На документы Да дело не в этом Но Время Время Представляете Сколько я Я занимаюсь Недвижимостью Я 4 года Проверяла Крыму Документы И только На сегодняшний год Начались Нормальные Документы По Крыму Поэтому Я про то что Скорее всего Даже этот разговор Денис не помнит Или Ну не единственное Сейчас может Другой Суть в том Да Суть в том Суть в том Что разговор Суть в том Что разговор Такой был И был он Вполне серьезный Сказал Мы готовы Потому что Это наше все Мы готовы Поддерживать Ой здорово Здорово И все И был слив Вот Может быть Время тогда не пришло Может быть Может быть Да Поэтому я рад Что мы в очередной раз Пересекаемся И надеюсь И надеюсь Что в этот раз Уже будет Презентация Представлена Более широко И через это Мы привлечем Как можно больше Людей И как можно больше Кооператоров Которые страдают От того Что нет информации Нет программы Нет навыка Нет опыта Нет объединения Ну и так далее И тому подобное И поэтому Только мы сами Это можем сделать Никто за нас Это не сделает Так что Никакой обиды Я не высказываю Я просто говорю Что такая попытка была И на сегодняшний момент По поводу Бла-бла Я говорила Не про вас Я рада Что есть такое радио И что мы Действительно Объединившие Там и там Везде Нам нужно Это направление Действительно То что и на площадке И у Дениса И вы еще Вещаете уже Много лет Мы просто Объединиться Должны Всеми Направлением А не то Что вы вещаете А люди там поговорили И ничего не делают Я говорю Вещать Как о конкретных Кооперативах И конкретным людям Которые Каким-то Направлением Занимаются Успешно Реально Делать Кооператив И входить Этим делом Как паем А не ждать Кто кому Сколько денег Соберет И благодаря Расчетной системе Ее сейчас уже Тестируют Через две недели Она будет Запускаться Каждому Кооперативу Будет дан Кошелек Народная казна Называется И у нас Просто замена Многие знают Что такое Крауфандинг Да Волшебное слово Я его не люблю Но просто Это когда Собирают народ А я говорю Народная казна Потому что Вот у Дениса Уже на площадке На 28 Панфиловцев На фильм Собирали Вот как раз На этой площадке Сегодня мы На сегодняшний день Мы на этой площадке Будем как раз И ЗОЖ Кабинеты Распространять И будем на этой площадке Говорить Ребята Объединяйтесь И давайте Уже начинать делать То что мы уже делаем Мы можем Показать Что мы делаем И вот это Давайте вещать И чтобы люди Там не спорили А давайте Вещать Это все И объединяться Андрей Дричард Предсказать Ага Вот Конечно я Вначале Выступил Да Дал какой-то посыл И услышал Сейчас много Высказываний И я Свожу все это К тому Что мы уже Достаточно опытные У нас есть Возможность Делать Кооперацию Народ В свою очередь Сидит у телевизоров И ждет И смотрит Эту бизнес Программу Каждый день Да Он даже не знает Что оказывается Есть кооперация Если взять Вот Просто Человек Сейчас Остановить Он Не понимает Ничего Преимущества Кооперации Не понимает Да Поэтому Когда Вот такие Призывы Идут Да Понимаете Мы Для кого Это Для себя Вот Мы здесь Все Мы друг Друга Понимаем Все Но в итоге Это Кто потребитель Основной Будет Не Пользователь Наших Знаний Мы же Для народа Это делаем А сами Мы уже Понимаем Я вот Тоже Сколько лет Занимаюсь Я понял Кооперация Это отлич И что дальше Ну да Я кооператив А народ Народ Даже Представление Ему Горишь Че ты Лезешь Туда Да В банк Куда Ты Деньги Понес Ты Давай Сюда Где Гарантии Он Размышляет Как вы Правильно Сказали Категориями Бизнеса И вот Для этого Я Что хочу Сейчас Сказать В итоге Начал я С тысячи Квартир Вот у меня Есть тысячи Квартир Там Практически Три тысячи Человек Живет От Мало До Велико И пенсионеры И дети Все Что значит Есть у вас квартира Территория На которой Есть Вот Не Они Не Совсем Кооперативе Но Есть Место Где Вот Уже Идет Пропаганда Все Люди Слушают Значит Там Есть Своя База Небольшая Кафе Магазин Все Своё Можно Сделать Понимаете Ну Суть То В чем Вот Я Как Простой Человек Меня Волнует Вот Ни политика Ни государ Меня Волнует Чтобы Я Ушел На работу Как Мужчина Да И Знал Что С моими Детьми В то Время Когда Я На работе Ничего Не Должно Случиться С Моей Квартир Ничего Не Должно Случиться Все Что Моё Да Вот Никто Не Должен Взять Ну То Есть Не Совершены Были Преступления Против Меня Меня Это Волнует Так Вот Слушайте Дальше Не Ну Это Понятно Это Общие Слова Дальше Я Не Хочу Вот Понимаете Вот Правильно Человек Сказал Вот Да Сейчас Здоровье Да Вот Не то Что Меня Надо Лечить Я Даже Болеть Не Хочу Я Даже Не Хочу Но Я Жене Специалист В Этой Области И Мне Естественно Я Готов Кооперируется Кто Специалист Я Его Буду Слушать По Поводу Безопасности Охраны Я Тоже Не Специалист Я Готов Кооперируется Кто Может Охрану Обеспечить Я Я Готов За Все Это Платить Мало Давайте Я Деньгами Заплачу Нет Давайте Я Внесу Свой Труд Ну Скооперируемся Что То Сделаем Да Вот Далее У меня Дети Растут Да Вот Я Лично Хочу Да Понимаете Чтобы Они Меня Любили Бабушку Дедушку Любили Свою Улицу Любили Свой Дом Любили Своих Соседей Любили Я Это Хочу Понимаете Без Всяких Вот Эти Политики Просто Чтобы Ребенок И мне Больше Ничего Не Надо Мне Денег Не Надо Вот Он Улыбается Радуется Любит Меня Все Мне Больше Ничего Не Надо Потом Мне Нужно Чтобы У меня Всегда Доме Была Горячая Вода Газ Тепло Чтобы Было Это Тоже Мне Надо Понимаете И на Все Это Я Готов Участвовать Вот В этом Процессе Понимаете Мне Денег Не Надо Вот Я Сверхники Любой Сколько Хотите Денег Вал Надо Деньги Денег Вал Вот Главное Вот Я Говорю Вот Вы Говорите Я Говорю Приходите На нашу Терри Тысячи Квартир Что Вам Для Этого Нужно Вот Тысячи Квартир Кто Умеет Лечить Вы Сделайте Так Чтобы Мы Готовы Платить Главное Чтобы Люди Научились Хотя бы Минимально Сами Себя Лечить В общем Это Кабинет Не для того Чтобы Собрать Слушайте Я вам Сейчас Только что Говорю Это Мы Поняли Эти Люди Не Понимают Вот Когда Мы Начнем Конкретно Сейчас Подождите Да Вопрос Другой Мы Друг Другу Сейчас Много Чего Можем Люди Не Знают Вот Давайте Вы Пущу Да Татьяна Вот Пущу И вы Пойдите Поговорите И я вам Скажу Что они Вам Скажут А вам Скажут Что ты Тут Пришел Что ты Тут Мазги Давайте Давайте Вот Поэтому Чтобы Практика Была Я говорю Вот Есть Тысяча Квартир Тысяча Квартир Там Сейчас Подождите Сейчас Ну Сейчас Сейчас Подождите Сейчас Сразу Отвечу На вопрос Вы Терская Мы С Денисом Месяц Назад Встречались И с питерским И с московским И с севастопольскими Этими Профсоюзами Их 19 миллионов Они готовы Заходить К нам На площадку Им Нужно Все Им Нужны Санатории Оздоровительные Центры Все А там Куча Людей Со всех Городов Нам Дали Председатели Добро У нас Уже Соглашение С ними Подписано Вот Сколько Народу Заходит Готовы Ли мы С вами Принимать И давать Поэтому Мы сейчас Сельхозников Всех Подсоединяем Давайте Вот Делим Чтобы Мы Практически Вот Реализовали Правильно Вы говорите Давайте Сделаем Пилотный Проект Пилотный Проект Вот Тысячи Квартир Условно Говоря Ничего Не понимают И вот Они Видят Жизнь По телевизору Да Вот Этот Обман А мы Принесем Реальную Жизнь И я Говорю Мы Все Специалисты Да И Самое Главное Что я Готов Тоже Участвовать Но Вопрос Другой Стоит Понимаете Я Я Знаю Что Я В Девять Часов Утро Приду Ну Туда Понимаете А в Обед Мне Кушать Надо А кто Меня Накормит Кто Меня Накормит Подожди Подожди Заявки И И И И Вечером Тоже Кормить Надо Меня Понимаете И вот Так Вот Многие Начнут Задавать Вопросы И когда Мы Скажем Ты Знаешь У нас Нет Скажешь Ты Пошел Ты Со Своим Кооперативом Мне Работать Надо Мне Детей Надо Кормить Нет Ну Вот Там Я Вам Говорю Конкретно Вот Это Все Фразы Вот Там 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 Понятно Я Говорю Мы платим Деньги Кому Надо Деньги Мы Платим Я Хочу К тебе Подойти Можно Мы Тут С тобой Мы Татьяна Много Лет Назад Была Цифра 8 Названо 8 Ну 369 Еще У нас Впереди Мы С Татьяной Начинали И Благодаря Вот Нашему Евгению Он Помогал Во всем Научал Поучал И мы Разошлись Как по кругу По всему миру Чтобы собрать Вот Вот эти Все Все Знания Мудрость Наших предков Чтобы Соединить Людей И не только Людей Нашего возраста Тех Люди Которые Понимают Кооперацию Хоть как-то Знают Что-то Слышали Правильно Сказали Что никто Ничего Ну вот Не слышали И так же Как не слышали Мы И Кто мы По Славянскому Гороскопу Кто знает Супом По Славянскому Гороскопу Конечно Я знаю Я лиса Три Понимаете Я хочу Сказать Что я Председатель Кооперативного Участка Я С Татьяной Начинала Мы подписали С ней Первое Соглашение Открытие Наших Славянских Кооперативных Игр Доброй Воли Я прошла По всему миру И сейчас Принесла К тебе То Что можно Вот Прям реально Уже Внедрять Внедрять Да То есть Не только Внедрять Но мы Воссоединили Сейчас Все города Регионы И страны Все поколения Все возрастные Группы Могут участвовать В этой программе Она подписала Все да Молодец То есть Сейчас я хочу Вас пригласить Просто в соавторство И мы можем Подписать первое Соглашение Всех людей Всех национальностей Всех дорог Расскажи немножко Об этом проекте Это шикарный проект Который сейчас Пройдет по стране Вот То что мы Сейчас То что вы сказали Мы можем зайти К вам на территорию И практиковать Прямо в практике Потому что я В Ростове-на-Дону Построила этот комплекс Еще В 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 Я воспитала трех чемпионов России, тапку, камера, сборной олимпийской попали лошади и внесла в кооператив свою собственность. У меня есть территория на море, где мы можем все, наши детки, могут стать хозяевами нашей страны, маленького конного царства. И к 80 победы мы сейчас можем поднять нашу кавалерию, поднять наших предков. И мы слышали ветераны, ветераны военные, ветераны военные. Мы слышали где-нибудь... Я проехала по казачеству. У нас в казачестве люди тоже хорошо уже работают. Все тоже сейчас подключатся. Ветераны кавалерии мы где-нибудь слышали? Я поднимаю сейчас к 80 победы найти поисковиков, найти ветеранов кавалерии, поднять наших предков. Предков и казаки. Я первая казачка Дуна и Кубани. Я тоже дамская. И мы. Две, три Татьяны. Я понимаю, что третья есть, да? Здесь вертая. Четвертая. Мужчины, присоединяйтесь. И мы в практике можем запустить сейчас с Поклонной горы 15 числа. Мы зажигаем сейчас наш огонь музыкальную эстафету, живого огня, благодарности наших предков. И конкурс среди детей наших всех возрастных, всех городов, регионов и стран на конную тематику будет конкурс песен, гимнов. Мы можем в конце там включить, если нужно будет. И поэты, композиторы, исполнители, авторы, все, кто желает наши славянские кооперативные, боготворительные игры доброй воли, к восьмитью победы мы можем вместе реализовать через практику, через практические занятия, привлекая к этому все возрастные группы. Спасибо, Танюш. Она действительно прошла по всей России и подписала соглашение со всеми, кто будет участвовать в этом параде. Представляете, как это? Ну, вы маленькие еще, сейчас придем. Так что у нас все готово. Мы должны сейчас вещать вот именно это. Я не говорила про вас, а говорила, что люди вловой занимаются и ничего не предлагают. Мы те, кто вам, вещателям, предложили очень большие направления. Да, еще хочу по поводу здоровья сказать. Мне 61 год, я два месяца была в реанимации и сейчас подняла, то есть собрала огромную методик, которые дадут возможность всем нам и восстановиться, оздоровиться и нашим детям научить их сохранять здоровье. И все это вот наши игры, то есть наша кооперация. То есть для того, чтобы наши люди научились меняться. Потому что мы никто не умеем, просто не знаем, как это в практике. В общем, за бабушек и дедушек в нашем возрасте, мне сейчас в пятницу 60-е, я горжусь. Я ничего с собой еще не делала. Вот так должны бабушки выглядеть и еще на 20 лет моложе. Моя подруга тоже, фиг скажет, что ей столько лет. Поэтому нужно нам, сегодняшним бабушкам, выглядеть еще моложе. У нас для этого есть все, чтобы мы выглядели вот красиво, здорово. Да? Давайте это продвигать. Хорошо. Ну вот еще одна из инициатив, которая... Я благодарю за очень хорошее вступление, потому что лошадь – это святое вообще. На Руси всегда была какая-то корова, лошадь. И приятно слышать, что это есть. Я думаю, надо об этом репортаже снимать и показывать. И приглашать людей. У меня была инициатива такая, мы говорили про восстановление здоровья. В том году как-то так вот с единомышленниками посовещались. И может нам запустить такой вот формат, где бы мы могли совместить и оздоровление, и местную кооперацию, и кустарное производство. Вообще, знаешь, что такое кустарное производство? Потому что разные есть представления, но никто не знает точного. Ну, вернее, мало кто знает, что такое точно. Человек, который сам своими руками делает гердиологию. Это часть кустарного производства. Слово «куст» происходит. Вот есть центр, где собирается что-то. Это начало куста. А дальше ветки – это те, которые что-то производят, сюда поставляют. Простой пример приведу. Когда Германия обложила Британию вокруг, помните, в начале войны, да, Второй мировой, они оказались в блокаде. И немецкие самолеты разбили практически всю авиацию и все производства. Англичане в то время выпускали очень хорошие самолеты. И встал вопрос, как его производить, потому что крупные предприятия разбиты. И они перешли к кустарному производству. Что они делали? На маленьких предприятиях выпускали кто-то фюзеляжи, кто-то колеса, кто-то штурвалы, кто-то сиденья, кто-то еще что-то. Это все свозилось машинами. Это тоже небольшое предприятие, сборочный цех небольшого размера. И туда завозили под отверточную сборку отдельные детали, а на выходе появлялся самолет. И таким образом они в день производили несколько десятков самолетов. И немцы удивились, как-то крупные предприятия разбиты, самолеты строительные, а они опять самолеты производят, причем нескольких разновидностей. И вот такое кустарное производство в России тоже было. Как и до революции, так и после революции. Во время НЭПа это применялось. И еще больше, во времена Сталина это применялось, как раз кустарное. И вы помните, была проблема после Великой Отечественной войны. Очень много было инвалидов. И как раз они в кустарном направлении, ну те, которые могли еще делать, потому что там были собраны, на сенаты были отправлены, чтобы по Москве Порошаек не было крупных городов, но те, которые могли производить, была программа вовлечения инвалидов в кустарное производство. Чтобы человек не мотался, у которого, например, ноги поранены, или там еще зрение плохое, а чтобы он дома, либо на выходе из дома, вот прям рядышком, мог что-то делать. Вот эти вот кустарные производства специально поддерживались. У нас сейчас идет СВО. У нас очень много пораненных людей, которые остались инвалидами. И мы как раз, вот я предложил в том году подумать о том, что создавать такие центры кустарного производства, где бы инвалид не выскакивал, где-то там бежал на работу, на чем бежать, если нету, а чтобы на дому привозилось какое-то, ставился станочек, и он что-то мог сделать. Потом дальше приезжал, например, два раза в неделю, курьер, который бы забирал, вез на куст, на главный, и уже в артеле производился готовый продукт. Это может быть отверточная сборка чего-либо. На первом этапе, там опять четыре этапа. Первый этап, например, ну нет у нас ничего, да, мы можем взять под отвертку что-то из Китая. Второй этап, мы можем что-то замещать, и сами уже начать штамповать. Третий этап, мы еще больше производим, мы уже из Китая берем там 10-20 процентов. На четвертом говорим, Лео Цзи, молодец, красавчик, но мы теперь сами, да, вот как я говорил, ну дозволь сами. И тем самым, что будет получаться? Мы вовлекаем людей в дело, они не уходят в запой, в наркоманию, в безнадегу, они трудятся дальше, они находятся рядом с домом, они ответственны за свой дом. Это те, кто прошел трудные очень испытания, это ответственные люди. Дальше, мы создаем трудовые места, это благополучие их и семей, они теперь не на шее сидят у семьи или социалки, а они теперь сами себя обеспечивают. Мы производим свои товары, которые нам нужны, пускай на первом этапе это отверточная сборка. Они присматривают за тем, что происходит вокруг них, это тоже очень серьезно, и в случае чего, как Тимурова команда дает сигнал, вот здесь проблема, быстро наша дружина пришла, решила проблемы. То есть, вот в этом дальше, это, ну, наверное, то, что даст очень серьезный рывок, и пример будет всем другим. Плюс ко всему, в этих же кварталах мы можем создавать центры оздоровления, куда этих инвалидов можем подтягивать и реабилитировать их, и с точки зрения психологической помощи, с точки зрения физической помощи, и создать свои цеха по производству передовых протезов, которые сейчас в Германии есть, в Израиле есть, в Китае есть, но почему у нас-то нет? Есть. Ну, есть, но они настолько вот зажаты. Нет, нет, сейчас очень важно, сейчас очень важно, чтобы наши люди услышали, узнали и начали, научили практике меняться. То есть, мы не умеем вообще, то есть, нет практики. И вот игры доброй воли, как бы говорится, вот все, что вы об этом сказали, это не просто, как бы, стишки, песни, музыка, это логистика поставки, вот о том, что вы сказали, потому что в рамках переезда друг к другу с командами туристического, вот познавательного нашего экотуризма, это и заработок, это вклад в казну, повышение казны, чтобы она не уходила на сторону, чтобы мы приезжали друг к другу, вот, как вы сказали, у вас там комплекс поставил, у меня комплекс, у того. Мы воссоединились в те комплексы, которые более масштабные, да, чтобы те люди, которые разрозненные, у них там земли, территории, чтобы мы их соединяли и сдавали, даже с государством менялись на площади. И это все заложено в играх доброй воли. Это практика полностью, логистика выращивания правильного питания, то есть, стать на старт, сделать себе диагностику, выбрать себе методику и показать результаты к восьмитею победы, это все вот в играх доброй воли. И трудоустройство сейчас, реабитация солдат, она заключается не в том, чтобы их просто там вот в центре не были, для того, чтобы у них были рабочие места, вот в рамках игр доброй воли нужны диспетчера, нужны там, они в каждом районе, в каждом городе, регионе, стране обмен, то есть, воссоединение людей сначала через музыку, соностройку, потому что мы не умеем петь. В первую очередь, мы еще им личную жизнь устраиваем. У меня есть люди, которые сейчас ребятам и с ВООшным будут устраивать личную жизнь. Есть очень много женщин, которые готовы за них замуж выходить. Просто никто ничего к этой теме не, как говорится, не обращался. И я очень рада, что ко мне присоединились такие общества, которые еще и наших ребят поженят. Представляете, как это здорово? Да, ему помощь там поэта. А насчет того, что у нас нету, у нас есть Росатом сделали космос, сделали такие вещи. Я сейчас как раз закупаю кровати, которые складываются и в СВО отправляются. 40 минут на этой кровати позвоночник выпрямляется. Другая дорогая кровать, которая будет в клиниках ставиться. Просто никто не говорит, все западное рекламировали, а нашим не давали развиваться. А у нас это все есть. Есть кровать, которая у позвоночника сложена у человека, и результаты охрененные, извините, скажу грубо. Прямо вот человека за несколько месяцев он не просто выпрямил свой сложенный позвоночник, а он теперь даже на костылях не ходит. Он ходит нормальными ногами. И у нас эти методики есть. Есть аппараты, есть руки, ноги, которые действительно у меня просто, я почему знаю, у меня просто родной брат, Царство Небесное, он тоже без руки был в 20 лет, остался так, травма была. И есть, они уже все шевелятся, и все делаешь ты этой рукой. И это у нас, в нашей России, все выпускается. Нам просто не дают... Просто нам не дают возможность узнать, где это и что. Не давали возможность. Сейчас я уточню. Если, первое, об этом никто не знает, ну или мало кто знает, считаем, что этого нет. Потому что вот это есть, когда вот у меня это лежит на столе, вот оно и есть. А когда где-то кто-то есть, возможно, а вот теперь, я вообще даже не знаю, где-то есть, но еще бы сказать, это первое. Второе. Это не распространено с точки зрения широкого производства. А кустарное производство с правильными технологиями может позволить это сдать, когда в каждом городке, в каждом квартале мы готовы под тебя что-то сделать. И протезы, и кроватку, и коляску, что угодно. Вот я про это. И третье. Ключевое слово. Дорого. Вот наша задача переводить такое в формат, чтобы это было недорого. И сейчас вот я приведу простой пример. На семинаре я проводил такой небольшой мозговой штурм и спросил, сейчас как раз бухгалтер нам понадобится здесь. Я спросил, скажите мне, пожалуйста, там бизнесмены сидели, сколько вы начисляете, ну вот так, вернее, сколько вы из начисляемой зарплаты реально на руки отдаете? Вот по белой схеме. Сколько? Ну вот 100 рублей начислили. Сколько на самом деле человеку будет отдано? Сколько? 87. Это в лучшем случае. Современные налоги сейчас еще и больше, больше. Все налоги посчитаем. Все, все, все. Все, все, все там. Налоги это тренинг. Ну. Это другие вопросы. Другой вопрос, сколько работодатель заплатит. В общем, в общем, получается, смотрите. Хорошо. Хорошо. Понимаете, да? Понимаете. То есть, из 100 рублей, грубо говоря, полтень, вы половину получаете. Теперь, я говорю, а когда вы... Вы получаете 87 рублей, потому что платится 13% подоходного налога. Это то, что работодатель платит не как работнику. А работодатель платит через те или иные системы государственного налогообложения 57%. Это другие вещи. Смотрите, смотрите. Услышьте, услышьте меня. Вы, я знаю эту схему. Услышьте меня, вы не слышите. Из того, что мог бы получить человек, из того, что мог бы получить человек, он получает не 100. В конечном итоге предприниматель мог бы больше 100 числа заплатить, но он платит меньше. В конечном итоге там около 50... Хорошо, ладно, пускай с него сняли, пускай с него сняли, там 80 рублей получил. Еще раз, смотрите. Я сейчас как раз... Я сейчас... Послушайте меня. Послушайте, послушайте, пожалуйста, меня. Я же не просто так это начал говорить. И в рамках кооперации это говорю. У нас очень часто проблема бывает, что мы просто друг друга не слушаем. А кооперация начинается как раз с другого понимания. Так вот, представим себе, что с человека сняли там прямо или косвенно, условно, что было проще считать. Вот с него сняли какую-то сумму, он идет в магазин. Вместо 100 рублей у него в кармане меньше. Но этот магазин живет по тем же самым принципам. Там есть аренда, там есть зарплаты, там есть что-то еще, плюс часть увозится за границу, да, с сетевиками, мы об этом знаем. В конечном итоге, когда там сетевики подключились, которые этим вопросом не занимаются, говорит, из 100 рублей, которые вы платите, вы на самом деле товар купите в лучшем случае, ну, в лучшем случае на 20 рублей, реально, а в худшем случае где-то на рублей 5. То есть, представляете, вы 100 рублей кладете на кассу, а стоимость этого товара, там, ну, условно, 10 рублей. Понимаете, да? И получается интересная схема. Здесь с человека сняли, вроде бы 100 рублей дали, но меньше, да, и еще он в магазине, получается, скинул. Из 100 рублей он все равно все там на 5 рублей взял. Так вот, как раз, когда мы переходим от денежных взаимоотношений на кооперативные отношения, то в этом случае тогда мы отдаем человеку столько, сколько необходимо. Я предложил, какой есть вариант, чтобы, ну, например, без денег мы могли обеспечить чем надо. Ведь он же не деньги должен зарабатывать, он должен получить необходимое для жизни. Ну, к примеру, у нас в нашей кооперативе, в нашем большом кооперативе есть те, которые, например, ремонтируют жилье, если там есть проблема. Зачем ему брать деньги с него, чтобы потом деньги получил здесь, ну, по карману гонять деньги туда-обратно, да? Да. Да-да-да-да. Вот многие для них это открытие вообще, да? Или, например, зачем мне зарабатывать деньги, чтобы я потом получил продукцию? Если я что-то делаю полезно для кооперации, да вы мне раз в неделю принесите продуктовый набор, и я буду на вас, как папа Карла, да, но при этом еще в фонде останется огромное количество денег, в нашем общем фонде. Те, которые вот как раз и не в налоги не убежали, никуда-то еще. То есть прямая вот помощь. То же самое с одежды, с другими делами. Когда стали там подсчитывать, а это такой мы сговорочным, что мы говорим, так это же намного выгоднее. Там получается огромные суммы экономии, которые остаются в казне. А дальше вопрос, что вы с этими суммами будете делать, которые в казне у вас осталось? И они сказали, ну как, ну на социальные нужды будем тратить, там на производство открывать и так далее. И вот тут мне вспоминается второй съезд местного самоуправления, который проходил в Воронеже много лет назад. И там все топили за МСУ, МСУ МСУ. Я вышел один из всех и говорю, ребят, я вроде бы МСУ поддерживаю, но я против МСУ как отдельной структуры. Говорят, почему ты что против народа? Говорят, нет. Если вы рассматриваете местного самоуправления как самостоятельную структуру, вы сразу проиграете. Потому что кто такие сейчас люди, живущие на земле? Это которые не обеспечены ничем, не хозяева. Они там на дядю Васю работают, банкира обслуживают и так далее. И в любой момент кто-то им закроет банковский счет, кто-то выгонит их ребенка из сада, кто-то там, ну и так далее. И вот таким образом МСУ, которые от народа, разрушают и ставленный МСУ продолжает существовать. А что делать? Вот, я говорю, а что делать? Я говорю, так вот, если вы рассматриваете МСУ отдельно, то вы проиграли. А если вы рассматриваете МСУ в связке с кооперацией и в связке с тем, кто юридически прикрывает, то есть профсоюзы, тогда превращают три единства. Профсоюз – это юридическое прикрытие, состоящее из тех людей, которые в местном самоуправлении, в кооперации. Местное самоуправление – это ответственные люди, которые решают проблемы, которые необходимо нам решить. А кооперация – это то, что насыщает нас необходимыми товарами, услугами и так далее. И вот тогда мы становимся ответственными хозяинами своей земли. И тогда попробуй нас из МСУ выкинуть. И тогда попробуй какие-то выборы неправильно провести, какого-то своего впендюрить. А теперь представьте, что вот эти МСУ, вот из этих кооператоров по всей матушке России. И наступает момент X выборов местное самоуправление. Как вы думаете, кто придет в эти, ну, свои? Потому что на этом уровне уже фальсификация невозможна. Если там вот очень легко она делается, вот здесь нет. А теперь представьте, что после выборов вся страна это наши люди. Ответственные, которые в местном самоуправлении, которые кооператоры, которые хозяева и так далее. Что дальше произойдет? И вот на этом уровне уже не будет откатов. Потому что в кооперативе воровать у себя зачем? Глупость, да? Не будет каких-то там, а давай мы там позовем кого-то, придумаем схему. Нет. И денежки все будут сверху приниматься в полной мере. Под отчет. Под отчет, да. И все. А вот теперь, представьте, наступает теперь икс выборов уже федерального уровня, где-то где весь этот регион это как раз мы. Уже сразу мы усложняем кучу проблем по фальсификации. Сразу. И не на этом партии какие-то еще. Потому что мы и есть та сила, с которой придется считаться. Без революции, без крови, без потрясений и так далее. И по поводу вот этих вот всех структур, которые организации там как получить, сделать кустарное производство, оздоровление и так далее. Дело в том, что в государстве существует множество программ, которые выдаются деньги под эти программы. Это общество инвалидов, общество слепых. И сейчас встает вопрос остро, а что делать? И по оздоровлению очень много будет. Поэтому мы можем также соединяться с государственными структурами. Это как раз как взаимодействовать. И говорить, ребят, мы готовы на себя взвалить вот это. Нам нужно вот это. То есть программу действующую предлагаем. Нам необходимо помещение, нам необходимо вот это, вот это, вот это. И уверяю вас, что если правильно к этому подойти, если вот всем, всей копой мы к этому серьезно отнесемся и такую программу подготовим, то и здесь тоже мы совершенно на легальных условиях получим все необходимое с точки зрения помещений, с точки зрения денежных средств для того, чтобы решить эти программы. Можно я скажу? У нас давно уже, я занимаюсь 16 лет недвижимости, у нас эти законы существовали и существуют. И вот нужно вещать людям, я уже нескольким общественным организациям помогла получить эти здания для того, что они делают. Когда я предлагаю людям, я говорю, давайте, мы можем на сегодняшний день взять у местных в любом городе, у местных, как говорится, взять здания под свои какие-то нужды, но люди не собираются в команды. вот я уже пять лет предлагаю, если вы сейчас все зарегистрируетесь и станете направлениями, ну и наконец-то собрала кое-какие только направления, нам сейчас осталось только, я пойду ложу заявление на стол и нам дают, нам дают эти здания, просто люди не хотят ничего делать. Когда начинаешь говорить, пошлите, берем здание, пишем, кто чем будет заниматься в каждом кабинете, вот по этому типу, кстати, вот долголетие это сделали, по этому же типу, просто потому, что сами люди не хотят ничего, поэтому на сегодняшний день есть возможность от государства законодательно получить бесплатно эти здания под любое там производство, как говорится, под офисы, под что угодно, я как раз этим занимаюсь, ребята. Вы не хотите, ну, кто-то не хочет, есть те, которые хотят, наша задача объединить те, кто хочет, да, сейчас я закончу, и вот тут как раз, опять, Татьяна, в том же самом прошлом году я предложил сделать по городам вот такие вот центры сборки координации управления с залами для конференций, с залами для проведения семинаров, вот эти самые оздоровительные кабинеты, вот эти самые студии, которых нам сейчас не хватает, сделать свою народную студию для видеотрансляции, для видеозаписи, чтобы она у нас работала днем и ночью, чтобы наш кооператор, наш передовой человек, предприниматель социальный мог прийти и сказать, ребят, вот это и есть, кооператор, вот это и есть, вот это нужно и так далее, оборудование у нас, ну, для московского региона есть, оборудование есть. какой-то общественных организаций, все равно, общественные, да не мы, не мы, мы все вместе уже такая организация и есть, вот, поэтому наша задача сейчас сложить вместе, скооперироваться, скоординироваться и взять под себя вот такое помещение, достаточно большое, ну, метров-то на 500 квадратов, для начала, и создать, и создать вот это все, о чем мы тут говорили. Я хочу сказать, что... Сейчас, Татьяна, давайте, ну, говори, что сейчас, да не говори, да не говори, попал, что ты говори. Хорошо. Я хочу сказать, что вот как раз-таки по поводу взятия территории, да, и чтобы вот те люди, которые уже вот есть, и просто в практике, то есть, показать в практике, вот, кто сколько готов, как бы, кто живет где-то, кто-то снимает жилье, выбираем территорию, я это уже в практике сделала, поэтому я просто произношу, вот, значит, берем одновременно, сдаем, сдаем, вот кто-то снимает для здоровья там, да, кто-то офис снимает, кто-то квартиры снимает, вот мы одновременно сдаем там, и берем вместе, съезжаемся, потому что съехавшись вместе, у нас кто-то должен заниматься питанием, кто-то поставкой продуктов, кто-то выращиванием, каждый в своем, здоровье, детьми и все, то есть, я просто это говорю не со слов, я это построила в Ростове-на-Дону, я так жила в 90-е, то есть, первый кооператив, кон, который, которому я предложила практику, живую, то есть, то есть, состоялся, да, вот, теперь у меня там, в Ростове-на-Дону, для того, чтобы получить на проект деньги, то есть, я подписала документы, и эти документы, ну, деньги мне человек не дал, и я прошла полностью путь, без копейки денег, но показала, вот с Татьяной мы вместе были, начали это все, теперь я пришла полностью, прошла по кругу, я знаю сейчас, как сегодня, нашим деткам, вот, вы сказали, у вас на территории есть, мы можем это сделать вживую, то, что сделано мной, сейчас в практике сделать у вас, на территории, то есть, те люди, которые родители, купят по копейке билетики, и мы сделаем с вами программу, именно, именно программу со стихами, с музыкой, где будут участвовать все возрастные группы, все возрастные группы будут участвовать, посмотрите, как это работало, вот, народную, народную казну, как раз запускаем в августе, и все, у кого сколько есть, скидываются на эту программу, и мы пошли, вы знаете, на такой программе, можно любой проект осуществлять, мы готовы, говорит только микрофон, на этот проект, тысячи квартир, каждый месяц, 30 миллионов рублей, ложить на алтарь, где, кто, вот мы ложим, я вам говорю, требования такие, чтобы я не болел, чтобы дети были, радовались, вот, кто это может сделать, мы платим за это, и вот вопрос к вам, да, сейчас, сейчас я вопрос, вы сказали, кустарное производство, а кто покупатель, мы будем производить, все, что хотите, кто покупатель, здрасте, а городские люди, все покупатели, как раз вот эти вот вопросы, опять же, на своих семинарах, очень подробно разбираются, многие, многие начинают сразу кидаться в производство, говорят, то есть грубейшая ошибка, если нет своего сбыта, вы можете произвести что угодно, но, но, в конечном итоге, если по капиталистическому пути идти, из Китая контейнер проще привезти, и спродать, да, был бы сбыт, поэтому это не выход, надо, чтобы сбыт был, было, чтобы, и было производство, и было, 19 миллионов профсоюзов, сейчас, 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 я отвечаю конкретно на вопрос, вот, поэтому, если у нас есть программа, которая это все обеспечивает, в которой, вот, сейчас еще поделюсь одним таким моментом, и говорю, какая нужна программа, мне когда один раз задали, вот, которая будет обеспечивать, как у нас, логистика, да, слово такое, дурацкое слово, логистика, я говорю, представьте себе, ну, скоро Абхазия будет в составе России, да, и вот в Абхазии создрели очень хорошие мандарины, и он говорит, там, какой-нибудь товарищ нашего кооператива, он, вот, в нашу кооперативную программу вбивает, у меня 20 тонн мандарин, я загружаю фуру, и отправляю ее в сторону, ну, например, там, севера, туда, каждый человек, кто находится в этой программе, то есть, каждый кооператор пишет, мне килограмм, мне два, мне три, из этого программа складывает по пулам, да, например, в Москве, вот в этом районе, северо-запад, вот столько, на юго-востоке столько-то, сюда тут 500 килограмм, здесь 300 килограмм, здесь 200, в Воронеже там тонна, и так далее, когда фура доезжает, она уже доезжает пустая, но в тот момент логистика ее может чем-то догружать, то, что не портит, да, к примеру, вот, понятно, что здесь вот тонна будет, а мы сюда еще тонну добавим чего-то, и обратно, он когда едет, он не задается вопросом, сколько чего там взять, у него уже сразу готов заказ, то есть, мы можем, мы дальнобойщиков сразу подтягиваем, мы загружаем их, не он ищет, что бы отвезти, а мы их загружаем, и получается, и получается, сейчас, сейчас закончу, и получается, что если программа логистики вот это учитывает, и если наши кооператоры присутствуют в большом количестве, то тогда мы можем под заказ кооператоров по местам, а может быть даже не по местам, производить, что нужно, и в кооперативной сети распространять, что нужно, начиная от продуктов питания, заканчивая чем угодно, что нам нужно. По поводу того, что вы вот логистику большую сказали, перед этим вы говорили о том, что кустар, ну как малая, да, то есть кустар, да, так вот, именно в рамках Игр Доброволи, путешествия, между городами, то туристическое, это не только путешествие, это передача знания, опыта, заезд в глубинке, сбор работы и взаимоотношения селян, возрастных групп разных. Вот в Ростове у меня была такая практика, я жила в садовом товариществе и создала это все. И у нас была одна цена, 50 рублей, 50 рублей час. То есть дети, кому нужно было на доске, кому нужно полить, кому нужно с бабушкой посидеть, кому нужно банки там закрутить, у кого кто-то выращивал кроликов и считали полностью на закупку, вот конкретно, сколько нужно семей, там кушать рыбу, там яйца. То есть люди давали на закупку, они не тратили, не лезли в кредиты, они брали, и тот человек, который любил это дело, он выпускал именно то количество, которое, что-то там это выходило на сторону. Но хранилища были, все по домам, у каждого в своих домах были хранилища. Конкурс насчет банок, там консерв какие-то вкусные, то есть был конкурс. И выбирали, и заказывали каждый свои. Бабушки там крутили, и они получали это все. Мы сейчас будем на трять. И 50... Да, то есть мы с Татьяной это... Да, то есть это все нужно просто вот в рамках игр, то есть вот могу человек сказать, я знаю, как... Татьяна, как раз к вам три вопроса. Может ли ваша платформа или система, да, первое, обеспечить народное финансирование каких-то проектов? Второе. Второе, значит, рабочие руки, то есть нужно, допустим, убирать урожай каким-то кооперативным хозяйством, там, можно ли найти у вас людей? Можно. Да, вот. И третье, 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 третье. Сбыт, сбыт продукции. Сбыт, я же вам сказала. У меня 15 миллионов профсоюзов. Но это уже сейчас работает, или это только... Они сейчас будут подключаться, и мы будем... Ну вот урожай осенью можно будет через вас что-то там реализовать. Смотрите, давайте я вам... Давай ты ему ответишь, что вы сделали в крану, давай, Олег. Олег, стюм, стюм, стюм. Коллеги, я вот слушаю, да, я не знаю цель вашего, так скажем, собрания. Мы объединяемся. Ну, то есть, значит, каждый, ну, по-своему, какую-то делает себе презентацию того или иного направления, в котором он имеет компетенцию. Ну, я так понимаю тогда, так надо подвести, да? Но я бы хотел поделиться своим опытом расы, во-вторых, сказать вам маленькие такие моменты, потому что вы же как бы все москвичи, да? Вот. Ну, практически. Ну, мы вас и меня брать не будем персонально, я имею в виду за основную массу людей. Вот. И здесь стоит вопрос в следующем. Я себе даже тызисы записал, да? Вот идеология. Это вот как раз то, о чем вы пытаетесь сказать, но почему-то резко начинаете перепрыгивать в экономику, в логистику, еще куда. Вам это вообще делать не надо. Понимаете? Каждый паровоз должен тянуть свои вагоны и иметь компетенцию в том или ином направлении. Я сейчас вам вот по цепочке все разложу, вот по садоводам, тем, чем я занимаюсь в Севастополе. Так вот, без идеологии, не только как бы народной и так далее, так далее, то, что вы говорили, а идеологии кооперации и совместной жизни людей, мне очень понравился. Вот человек сказал четко. Мы готовы заплатить. Обеспечьте. Это то, что мы делаем, как раз пытаемся. То есть мы сейчас что сделали? Идеология. Это вот один момент, да? Это блок, который надо, которым уже вчера, позавчера надо заниматься. Люди голодные от непонимания, незнания, некомпетенции, беспредела власти, силовиков и так далее, так далее, так далее. Я вот сейчас проехал Екатеринбург, Челябинск, потом мы были в этом, в медно-уральской компании, в Кыштыме и так далее, так далее. Я посмотрел, я вижу и понимаю, какие вещи глубже, чем хотелось бы, так скажем. Но вопрос идеологии закрыт. Теперь вот смотрите, что мы делаем в Крыму? Вот предприятие Дениса, оно сформировало инструмент, в котором есть мессенджер, сеть, маркетплейс, расчетная система сейчас заканчивается, карточка туриста, вот то, что я сейчас буду внедрять карточку садовода и так далее, и так далее, и так далее. Вот я буду послезавтра встречаться здесь с Валенчуком, это депутат Государственной Думы, председатель Союза Садоводов России. Вот я буду встречаться с ними. Что мы сделали? Мы сделали, я выбил грант Союзу Садоводов Севастополь, и мы сделали цифровую инвентаризацию садовых товарищей. Что это? Это как раз то, о чем вы говорите. Мы сделали по разделам занесение в геоинформационную систему, потому что вся работа начинается с нулевой точки. А нулевая точка это понимание, где мы находимся, какой у нас фундамент, и какие инструменты у нас есть. И те или иные направления, компетенции, вот паровозы, должны быть паровозы, вагончики, и пошло в это направление идеологии, в это направление безопасности, в это направление медицины. И вот оно пошло. Вот, понимаете, с этим инструментом, который мы вот сейчас заканчиваем делать в комплексе. Так вот, вернемся к вам. Вот эта инвентаризация дает понимание, да, чья земля, как она используется, какие там есть объекты, следующий раздел, дороги, следующий раздел, ресурсы, следующий раздел, безопасность, пожарная, антитеррористическая и так далее. И вот это все, оно дает понимание того, что на сегодняшний день есть, и что люди хотят, не так, что прийти к ним и сказать, эй, эй, они говорят, слушай, иди ты нафиг. Потому что мы живем вот как мы живем, у нас есть закономерности, и тот или иное восприятие, уровень жизни на нашей территории. Че ты пришел тут со своим уставом к нам в огород? А когда ты приходишь и говоришь, ребят, вот я не знаю, как у вас, но я вам предлагаю сделать то-то, 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 понять, где и что, и как, и сколько. А теперь инструментами достичь вот в этом направлении того-то, в этом направлении того-то, в этом направлении того-то. Потому что все мы хотим жить лучше. И человек сегодня, обыватель, к сожалению, он настолько инертный, к сожалению, он настолько разочаровавшийся власти, в партиях и во всех этих моментах, когда он четко одно единственное хочет. молодежь, конечно, ничего не делать, зарабатывать. Я вот сейчас ехал в метро, стоит две красивейшие молодые девчонки, ну, наверное, лет 14-15. С ними парень, чуть постарше, он 16. И они стоят, извините за выражение, я вот, вот извиняюсь, особенно женщины, охуеть, какой костюм. Я на нее смотрю, у меня вот просто, у меня просто шоковое такое восприятие. говорю, девушка, а вам не стыдно? Вот тут людей сколько стоит. Она на меня посмотрела, говорит, ты че там, че там быть? А она еще видит, что я с вещами понаехавший, да? Вот я в шоке вот от ихнего отношения, от ихнего поведения и так далее. Вот, поэтому я как бы, это в микрофон говорю, емае. Отлично, отлично. Так вот, я вам о чем говорю, потому что каждый, каждый из вас, да, имея ту или иную компетенцию в медицине, в там, праздниках и формировании каких-то мероприятий, в идеологии, в инвестициях, да, вот. Следующий этап, в моем понимании, да, это план действий. Вот по СНТ, он у меня четко есть. Я провожу инвентаризацию, я формирую столы выдачи, я формирую фермеров в объединенные такие группы по направлениям вы молочное, вы овощи, вы мясо, вот, которые люди через marketplace, как вы говорите, будут заказывать и уже им будет доставлять и он приходит в 18.00, получает тот продукт, который он заказал. Свежий, в полном объеме, качественный и так далее, и так далее. А Денис подключил с ДЭК по всей России. Вот доставка уже готова. Тань, прости. Так вот, консолидация с властью, я, меня пригласили, я еще являюсь зампредседателя Ассамблеи народов России, открылся в прошлом году, общегосударственная, эта организация открылась, меня пригласили на Расулиевские чтения. Первый раз попал на такое огромнейшее мероприятие мусульманское, которое проходило в Троицке по Челябинской области, вот два дня я там был, и я как бы навел мосты с определенными должностными лицами с аппарата губернатора Челябинской области, там, замгубернатора и так далее, которым просто высказал ряд идей, ряд вот этих наших моментов, связанных с кооперацией, связанных с вот этим информационным полем, которое и власть, и показал интерес власти, что они получают от той же инвентаризации садовых товариществ, у всех есть интерес, вот у всех, понимаете, с точки зрения власти, им это нужно и интересно, но вопрос стоит следующий, он говорит, Олег Николаевич, вы же сейчас уедете? Я говорю, да. А кто у нас будет этим заниматься? Где человек, который вот как вы, горит, хочет, понимает, имеет компетенции, имеет инструменты и так далее. Так вот, я как раз и возвращаюсь, коллеги, к тому, что если вы говорите, вот у нас дом тысяча граждан, и вы уже назвали цифру, 30 миллионов в месяц, мы готовы дать на свое развитие. Так вот, с чего надо начинать, Таня? Не надо 19 миллионов профсоюзников, это пока мы до них дойдем, это время, а тут вот реальные люди, реальные их пожелания безопасности, дополнительных занятий с детьми, там, я не знаю, я про них не знаю, 19 миллионов уже подписали соглашение и готова начинать работать. Таня, ты вот под носом сделай, вот, вот сделай пример, сделай четко, четко картинку, картинку, да, и возьмешь эту картинку и едь, хоть в Америку и показывай, вот мы сделали, у нас есть, вот, а можно я договорю, я же вас не перебивал, спасибо большое. Так вот, да, я заканчиваю, коллеги, все, не буду больше отвлекать, так сказать, вот Сласть ее сказал, маленькую ремарку, я в Челябинске жил у своего очень хорошего товарища, он занимается производством нержавеющих труб мелких диаметров, то есть берет заготовку большую, нержавейку, делает с нее тонкую, у него 8 станок. Он служил в 98-й десантной дивизии, отец у него был в моем полку прапорщиком, я был ночпродом полка, он был старшиной заставы. Так вот, сейчас он мне, как бы, рассказывает такую ситуацию, позвонил парень, друг, и говорит, у меня вот тут у парнишки, какой же город, Волгоград, по-моему, оторвало руку, ну, то есть приехал со своей без руки, вот, нашли в Питере парня, который делает протезы, вот уже сформированные с точки зрения темы, то есть она, она рабочая, ручкой может держать, ложку там и так далее. Вот этот протез строит, можно я закончу, ну, что ж такое, он дает от своего бизнеса десятину вот этому парню, который делает эти протезы, и он уже восемь человек обеспечивал протезами рук и ног, вот к чему надо обращаться, вот сюда, в эту сторону надо идти, а то, что сейчас будет еще, я на трех войнах был, ребят, чтобы вы понимали, да, я был в Карабахе на двухчеченском, я под полковник, вот, я это все знаю, то, что сейчас придут ребята психологически с травмой, калеки и так далее, и так далее, не нашедшие себя здесь нигде, а, как сказать, и не видящие той или иной справедливости и понимания, это будет конфуз, это будет конфликт, они его сейчас, нельзя в микрофон говорить такие вещи, вот, на, а здесь, сейчас, я ветеран, все равно будет слышать, у меня удостоверенность, я прикажу, давайте, может быть, потом, когда закончим презентацию, можно, я к этому, к этому добавлю, вот, по поводу ребят, которые, то есть, у меня в свое время, в 90-е, да, то есть, у меня было 80-е восстановление, ребят, афганцев, центр был, подготовки кадров для Чеченской войны, то есть, я, кавалерийский полком, здесь, Мосфильма, готовила это, и разрабатывала сейчас программу, именно, вот, то, что человек сказал, мы в кооперативности, каждая семья возьмет эстафету «Игры доброй воли», и каждая семья возьмет в память ушедших, вечер живых в наших делах, в наших сердцах, откроем счет, то есть, открываем счет, и они вместе с нами будут участвовать в рамках новой кооперации, и у каждой семьи, которая, вот, ну, потеряла людей, наши агитбригады, которые выйдут сейчас с концертами, войдут полностью по всем городам, регионам, оздоровительными, передвижными компаниями, вот, те, какие-то кровати, и все, они будут ехать комплексом, так как у меня программа была с последним, кто пел с утесом, Владимир Лебедев, он оркестр Александров, который погиб от СССР, да, он был на службе, и он не полетел, остался на службе, вот, в оркестре России, когда уже пришло, он соединил наши поколения, наши возрастные группы, и, вот, восстанавливать ребят, с точки зрения, для каждого человека, чтобы было рабочее место, то есть, сработает точно так же в память ушедших, если каждая семья возьмет на себя эту, ну, одного человека, то есть семьи, те, которые участвовали, у нас огромное количество людей, которые, ну, вот, вот это и есть новая кооперация, по-новому, то, что мы вот... Я хочу еще сказать, что, что мы как раз карточки сейчас вот эти все раздадим, и люди будут понимать, что делать. Да. Да. Посмотрите. Прошла, прошел вечер, самореклама, самореклама, так скажем, пиарство, внедрение тех или иных направлений, того или иного, тех или иных компетенций, которые человек может. А теперь я вас призываю, знаете, к чему? Каждый должен выйти, переосмыслить, собраться через неделю, сказать, я готов заняться вот там кабинетами медицины и так далее. Я готов сформировать в качестве входа в кооперацию, вот, не только один дом, а там пять домов пройти, поговорить, там есть старший пардон, я вот старший пардон, что квартирного дома. Я знаю, чем это. Я готова просто переселиться полностью. И можно я закончу свою мысль, пожалуйста, для того, чтобы потом не только поговорить, а каждый взял паровозик и наши подцеплять вагончики. Вот тогда в целом все придет к единой, так скажем, конструкции, кооператива, инструментов, которые мы сейчас вот уже подводим все полностью. Соцсеть. Соцсеть есть, сразу раз, раздали, вы взяли и всех своих тысячу или сколько там, три тысячи подключили. Я не говорю, что это будет вот так раз и в один день. Нет. Но это как раз тот момент, когда вот как раз эта консолидация, когда вот эта возможность скооперироваться, чтобы получить какой-то результат, она очень важна. Очень важна. Как раз я исподнял эту тему для того, чтобы вы поняли. Есть люди, которые ничего не понимают. И среди вас, видимо, как вы говорите, есть такие, которые знают, пойдемте. Я не буду ходить. Вот кто умеет. А я другой темой занимаюсь. Таня, пойдешь ты. Ну вот смотри, есть радио, да? Люди платить готовы. Вы понимаете? Готовы. Что вам нужно делать? Кто-то должен это сделать. Я проведу. А я тебе об этом делаю. А надо делать свое. Кто-то сошел. Я вам просто привел пример. Тысячи квартир. А там рядом еще 10 тысяч. И там такие места. И озеро. И вы представляете, с тысячи квартир начать? Они что, идиоты будут ходить, платить кому-то деньги, да, которые их обманывают? Сейчас все обманывают. А естественно, они сюда придут. Но с чего начать? как это выглядит. Вот. Я вам описал. Безоплатно. Безоплатно. Да. Эффективно. Сейчас, сейчас. Это все плала пока. Почему? Что плату? Делать кто? Во, 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 во. Вот вопрос. Кто делает вопрос? Сейчас вот вопрос. Не, не. Сейчас вот правильно. Нету людей, которые это будут делать. Человек сказал, сейчас произошла самореклама. Да. Я говорю, хватит сам от себя рекламировать. Пойдемте к людям. Переходим к делу. Да, переходим к людям, и все. И все ваши рекламы поймем. То, чем может. Вот. И теперь вот смотрите, сейчас еще. Фундаментальные отрасли в государстве, понимаете, да, без которого не может быть государство, это безопасность, здравоохранение, образование, ЖКХ и логистика. Если в эти отрасли заходит частный капитал, вот на этом государстве можно делать крест. Все, его нету. И сейчас смотрите, что у нас за государство. В безопасности частный капитал, в здравоохранении частный капитал, в образовании частный капитал. О чем мы говорим? О кооперации. О кооперации. Вот, и мы есть фундамент. Видите, вот у вас там 19, я вам говорю, вот тысячи квартир. Пойдите и сделайте. Вот сделайте. Я, который проект делаю, я его довожу до ума. Любой. Я уже третий проект делаю. Хорошо. Да при чем тут мой? Я говорю, я просто потребитель пришел. Я себя не рекламировал. Я это могу. Я говорю, нам нужно. Я готов платить деньги. Давайте, приходите. Заказчик пришел. Я заказчик. Что вы мне приглашали? Татьяна, Татьяна с вами завтра же поедет. Давайте так, давайте все-таки, друзья мои, вот одна из проблем нашего общества, то, что мы все пытаемся пропиарить и начинаем кричать. Вот, а я предлагаю, у нас, у предков было так, у кого в руках жертвы, тот и говорит, да? Вот, но постоянно нарушения, я слышу, и уже даже Олег попросил дать им возможность договорить. Вот я согласен с Олегом в полной мере, потому что мы такого же принципа и придерживаемся. И так вот, ну, ответ. Я не предложил себя, как исполнитель чего-то. Я средство массовой информации, и тот, кто может какую-то идею дать, идеологическое наполнение и так далее. Согласен. Я не собирался делать вот эту всю программу. Программа уже есть. Я предложил, как она должна работать. А дальше не я это буду исполнять. Все, не вы, не Татьяна, не он. А это, у нас есть программист. Олег, дозволь, дозволь отвечу. У нас есть программисты, которые эту программу сделают. У нас, смотрите, Центр сборки, координации, управления, я просто не заметил, с какого момента присутствую, потому что я-то здесь присутствую, мне было дано конкретное указание, что я здесь должен сделать. Я здесь появился, я, ну, кажется, свою задачу выполнил. Вот. Центр сборки, координации, управления, как раз состоит из тех, кто способен не кричать друг на друга, а выслушивая друг друга, видя ситуацию в целом, предлагать решения и дальше назначать тех, кто готовы это исполнить. Поэтому я программно, хотя я программист, да, я обслужил компьютеры, большие сети, но я этим сейчас не буду заниматься, это уже не мое. Но у нас есть программисты, которые этим занимаются, вот они займутся. Но предложить алгоритмику, логистику там и так далее, как она должна быть в программе, должны мы, те, кто соберутся. И вот здесь вот Олег правильно сказал, через неделю собраться и свои дать какие-то предложения. К примеру, да, сейчас мы поговорили, теперь выйдем, подумаем и так далее. И еще, на следующий раз я предлагаю, когда уже кто-то приходит, о чем-то поговорить, у него должно быть конкретное предложение. Например, тысяча квартир находится там-то, потребности такие-то, условия такие-то, молодых столько-то, пожилых столько-то и так далее. Чтобы уже была конкретика, что, зачем, почему и как. Чтобы было хотя бы предложение, вот это есть, вот материал, с ним надо работать. Центр сбор координации управления, заполните его кооперацией, заполните. Так вот и должна быть инвентаризация, без фундамента. И понимание нулевой точки никуда не сдвинется. Олег, вообще, Олег Николаевич, спасибо за такую конкретику, вот такой настрой всех, да. Вот предлагаю следующее, и прошу критики такой рабочей. Значит, есть Веча, есть в нем много чего, хочу сказать о конкретном. Давайте, завтра подготовим соглашение, ненагрузочное, размышлительное, чтобы все мы с вами увидели общую цель. такую правду, которая между нами, которую нельзя дискутировать, она на всех сразу соединит, потому что мы видим одинаковое, да. У вас есть тысяча квартир, три тысячи народа, у нас есть конкретные предложения, мы обговариваем хотя бы предварительно детали, потом детализируем, следующее соглашение, может быть, там или программа, или планы работы и так далее. Подписываем соглашение, видим вместе одну и жду ту цель, одни и те же результаты, одни и те же средства, о, подписываем. И на следующей неделе торжественно подписываем, отметим и будем двигаться дальше. Вот. Вместе с Таней, там с другими и так далее. И первое в России мини-государство возникнет на основе этих тысячи квартир. Настоятельно. Нет, зачем? Зачем? Здесь некрасно. Некрасно в келении. Ну, вот это, это конкретика. Когда четко надо вот первый штраф, второй, третий, четвертый. Спасибо большое. А вы должны, я извиняюсь, а вы должны сформировать там активную группу, которая соберет хотя бы... Да не будет он это делать. Я не буду я этого делать. Он где-то он не будет. Я заказчик, я говорю, умеете? Я плачу. Он попал. Он попал. Потому что мы людей возьмем оттуда. Оттуда. А мы начинаем. Нажимаем. Мы их заветуем. Сейчас, сейчас. Сейчас я вам сразу... Я хочу сказать, что... Тихо, 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 друзья. Микрофон у кого? Да, ребят. Я знаете, что хочу сказать? Вот правильно сказали, что по поводу подписания, да, то есть как бы там встретиться через неделю, сколько там определимся. Вот. Я просто хочу сказать, что вот мы сейчас все здесь и я предложаю вам программа боготворительных и доброволей. Это общая программа, где мы все предлагаем, чтобы мы стали соавторами, потому что нам нужна и медики, и сельская хозяйка, доставка, и все. Вот все, кто сейчас здесь есть, фактически у нас разные направления. Давайте подпишем документ, что мы соавторы именно этой темы и запускаем полностью по всем этим. Вашей точке мы первые идем. Просто практика есть это. А дальше уже будем встречаться и дополнять. И вот еще такой, может быть, неожиданный вопрос, он касается самого главного и самого для чего мы тут собрались, делаем, живем, да. Вот как вы думаете, сколько процентов многодетных семей из всех семей России? Никто не знает. Вот сто процентов семей. Сколько из них многодетные? Почти угадал. Около пяти. Да? Вот. Катастрофически растет цифр, увеличивается просто геометрично. Да. Теперь, значит, вот... Нет, нет, нет. Да. Вот, значит, теперь, значит, вот мы говорили про молодежь, да? Вот Олег Николаевич сказал, да? Вот работал замдиректор в гимназии, первый научный центр был непрерывное образование Серафима Саровского. У нас там был этаж многодетной семьи. Не успевали переклеивать. Они в старших классах влюбились друг в друга. Это самые прочные семьи, да? Вот первая любовь, да? Выходили за школу, создавали семьи, двое детей. На следующий год четыре детей, шесть, восемь, да? У нас многодетных 50 до 80 процентов в разные года было, да? К тому, что вот смысл кооперации главный. Ну, вот сейчас перечитайте направление, да? Это все народосбережения. Я предлагаю, что кооператив это семейное производство. Грамотное, прост... Да, и вот в этих многодетных семьях не было бизнесменов, не было там, ну, состоятельных даже людей. За счет объединения. В храме, значит, лежал журнал. Че надо, че могу. Один пришел, ему надо, а другой, че могу. Все, да? Вот. Поэтому вот такие народные простые вещи мы можем собрать, сделать, показать. А насчет молодежи, не ругайся матом. Это Горяйнов говорит, на гиноконд влияется. Уроды родятся, да? Это бесполезно, говорит, ничего не понимает. А вот если он увидит, что его нечто другое у вас там, например, что его сошлит от того, что он сейчас делает, что ему сейчас нравится, у него будет отрыжка, вот тогда не надо будет никаких назиданий, патриотики, воспитания. Он сам захочет к нам прийти. Вот самая главная задача, по-моему, на Розвью. Спасибо вам за, вот, ну, вот, за такую возможность. Два часа уже у нас длится трансляция, и хотелось бы подвести какой-то итог. Я предлагаю, чтобы каждый из присутствующих как-то резюмировал, да, потому что поступили очень хорошие предложения. Вот что отложилось в памяти за сегодняшний момент, да, и какие мысли, что делать дальше, и вот предложения, которые были собраться, например, там через неделю уже с конкретными предложениями, заключить, может, какое-то соглашение, да, и так далее. Давайте вот начнем вот отсюда. Я хочу сказать, что отложилось вот то, что мы все, да, то есть каждый добавил, как сказали, сделали рекламу там друг другу, да, или как бы, ну, познакомились, я так понимаю, что мы познакомились, у кого что есть, какие активы есть, вот я так, да, вот. И я хочу сказать, что вот проект запущен был в 2020 году, 2020 год, 22-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. То есть это числа, в которые мы можем выбрать, вот, когда мы собираемся, допустим, сейчас, да, вот 20-го числа, у нас 15-го будет такое, как вот сказали, через там неделю, да, то есть собраться. Вот я предлагаю вот 15-го числа собраться всем на Поклонной горе. Сейчас я, если здесь есть распечатать, то я могу распечатать договор о соавторстве, и мы все подпишем, что мы соавторы Игры Доброй Воли, запускаем этот проект именно кооперативно с нашим славянским радиом, со всеми вот ребятами с разных направлений, которые здоровье нужно, и все. И делаем вместе уже собрание движения туризм, вот, с 20-го числа по 24-е, можно будет поехать к вам туда, туда, и мы уже определимся с переходом этого месяца в следующий месяц. Вот это предложение молодёжи, да. Сегодня были разные предложения. Самым важным, я считаю, создание центра координации, либо кооперативов, то есть и объединение усилий. То есть можно, я предлагаю лично на базе Телеграм, Телеграм хорошая площадка для... Нет, Телеграм не сразу. Пока не созданы, созданы, ну давайте подключаться, у вас еще две недели. А там они растягиваются на года, на года. Тихо-тихо, друзья. В общем, я предлагаю встретиться через неделю, уже решать организационные моменты, однозначать ответственных лиц по каждому направлению, и кто сколько может взять с учетом времени и занятости. Вот. Всё. Значит, очень хорошо, что идёт процесс объединения. Поддерживаю инициативу по созданию единой платформы, потому что параллельно очень многие организации, союзы кооперативов делают то же самое, и нужна единая централизованная платформа для всех кооперативов по стране. Обязательно. Естественно, эта платформа должна, вот как сказал Олег, да, как сказал Олег, она должна поддерживать разные направления, чтобы, во-первых, увеличить разнообразие товаров, услуг, продукции, каких-то там направлений деятельности и так далее. Во-вторых, увеличить масштаб системы. Для нас это очень важно. Масштаб системы очень важен для нас. Чем больше мы людей вовлечём в нашу систему, как уже сказала Татьяна, 19 миллионов человек, отлично просто, отлично, тем большей силой мы станем и большее влияние мы получим, и мы сможем изменить гораздо больше. В единстве наша сила. Прошу это всех запомнить. Это главное. Ну и шутка напоследок. Формула Карла Маркса для чиновников, коррупционеров, бизнесменов, людей наживы и так далее. Карман, деньги карман. Приятно было слышать общее возбуждение, такое трепетание мысли, но всё это пока трепетание. Посмотрим, что будет через неделю. А у меня вот такое предложение есть одно. Каждый пишет отчёт на следующую встречу через неделю, что он сделал для общего дела за прошедший месяц. И потом будем уже разговаривать с человеком. Не сдал отчёт? Палку не доню. Да нет, конечно. Я тоже рада, что мы вроде бы все об одном и том же говорим. Я уже тоже говорила, что уже лет 7 встречаюсь с людьми, которые об одном и том же говорят. И всё как-то так и остаётся в разговорах. Каждый остаётся при своём деле и так далее. Мне как раз понравилось у Татьяны, что вот эта идея объединения кооперативов. Каждый занимается своим делом и объединяется на одной площадке. Приглашаю объединиться на площадке. И это будет, не нужно будет никаких отчётов, потому что это и будет тем делом, нашим вкладом в это общее дело. Потребительское общество Заря. Значит, я не зря поднял этот вопрос по тысяче квартир. Я уже кооперации больше 12 лет. У меня потребительское общество. Я сам приехал из Владивостока. Там всё поднимал. Я увидел, как люди начинают объединяться, когда они вмешиваются. Вот просто дал направление, и там они уже сами. Ну, суть в чём? Ну, я уж думал, да я такой умный, я такой сейчас всех тут построю, всех пришёл. И когда я коснулся, вот говорю, тысячи квартир, оказывается, я с людьми даже разговаривать не умею. Я начинаю ему говорить, он говорит, да пошёл ты. Я думаю, что я не так сказал? Потом хочу что-то сделать. Я делать ничего не умею. Я думал, я сейчас буду копать, таскать, да? Оказывается, начал, говорит, ты что так копаешь? Ты что так таскаешь? Почему? Я пришёл на их территорию, понимаете? А у них вот правильно сказали, они живут своей жизнью, да? И я тут умный такой пришёл. Да я вас сейчас всех построю туда. И когда я почувствовал, нифига себе. Вот так же и они ко всему относятся люди. И я тоже так же относятся. Попробуй мне сейчас приди, кто-нибудь начни тут объяснять. Я сам тут министр просвещения. Я тебе сейчас лекцию, знаете, какую прочитаю. И вот я понял, да, я только объединившись могу что-то сделать. И поэтому я ищу таких соратников, которые... Вот я говорю, вот тысячи квартир. Кто умеет с людьми разговаривать? Идите, поговорите. Кто может там таскать, копать? Но самое главное, вот здесь мы опережаем ситуацию. Какую? Вы имеете в виду, что вот до такой степени людей довела вот эта вот, ну как они себя называют, да, власть, система. Это она деградировала общество. Систематизировано причем, понимаете? Осмысленно, да. Но у нас есть сейчас вот с помощью, почему я говорю, сарафанное радио, да? Поднять этих людей с глубины. С каждым надо персонально работать. Не потому что ты пришел, он сам не знает, что ему нужно, что он хочет. Понимаете? Вот нарожали этих детей и бросили. Ты скажи, что ты будешь делать, ты? Ну, то есть тысячи квартир. Я же говорю, я готов прийти, пока... Вот тысячи квартир. Так, в общем, итог. Вот итог в этом, что если сейчас вы на тысячи квартир себя не проявите, то все вот это болтовня, это просто болтовня. И все вы умные, понятно, а делать ничего не можете, так же, как и я. Все, спасибо. Нет, напоследок, позитивный должен быть. Ну, позитивный, вот, я говорю, давайте друг другу поможем, то, чем может. Вот этот позитив мы поможем. Мы что-то же умеем, правильно, да? Все, давайте. Ну, как это говорит этот самый... Мое имя расщепленный дух, я все сказал, да? Так и я. Я уже все сказал. Нет, нет, там предпогласили, да. А, ну, хорошо. Значит, я очень рад, что благодаря Татьяне Анатольевне и еще одним человеком замечательным, который, значит, ну, в общем, вот поехал от нас в Дагестан, проконтактировал конкретным заводом, советом старейшин, с другими людьми там. И вот соглашение, которое мы предлагаем, оно обкатано. Оно пойдет, как бы, сверху на более конкретный, более четкий, более замечательный для дела вариант, да? Вот, не республика, а тысячи квартир, да, три тысячи людей. И мы, значит, просто продолжим то, что Господь как издал уже отрепетироваться, и мы имеем честь уже готовое вам предложение. Какие-то там мысли, да? Вот, вот все, и я, все. Дорогие, ну, не буду повторяться, много уже сказано. Ко всему от себя просто предлагаю два варианта, которые могут усилить то или иное направление, в данном случае Михаила Икаровича, направление такое, здорово-сберегающие технологии. Вот, как бы, то, что можно к этому предложить, это вот с моей стороны простые-таки понятные, образовательные и одновременно практические вещи. Это родник каждую квартиру, когда люди понимают, что они делают, и что то, что они будут оттуда употреблять, будет их исцелять. Здорово-сберегающие технологии, они многогранны. Поэтому это одно. И второй проект, который такой серьезный, значит, это санаторий в каждую квартиру при минимуме затрат, он перспективный, он в дальнейшем мы его более детально рассмотрим. Спасибо. Коллеги, я рад, что я, так сказать, случайно, но в то же время, наверное, закономерно попал на ваше мероприятие. И хотел бы вот для того, чтобы подвести итог, сказать пару тезисов в плане чего? В плане того, что человека сейчас можно возбудить и к чему-то сподвигнуть только теми или иными идеями, либо той или иной философией народности, семейственности, улучшения жизни, качества и так далее. Но не как противовесом к власти, какими-то воинственными призывами и так далее. Поэтому я очень хотел бы, чтобы у вас вот этот тендем по направлениям сформировался, чтобы сформировался каждый поезд, потом с теми или иными вагончиками, который в общем даст концептуальный подход кооперации и объединит не только вот вас здесь, а и большинство людей тысячного дома и так далее, и так далее. Учиться разговаривать нужно, учиться взаимодействовать нужно. И тот инструмент, который мы вот сейчас закончим в Севастополе и дадим, поверьте, он даст очень большие возможности для того, чтобы сделать рывок. И как соцсети, и как карточки членов кооператива, и как система финансовая и так далее. Очень большой даст толчок. Но если вы будете к этому готовы, и готовы будут люди или там сообщество, которое за вами. Спасибо. Спасибо огромное, что пришли, что мы услышали действительно, познакомились с некоторыми людьми, потому что я объединяю 6 лет, и, кстати, к сожалению моему, не знала про ваше радио. Вообще ничего, оказывается. Вот, я очень рада, что существует такое радио. Вот, я на сегодняшний день говорю и протестую против телеграммов, ватсапов, потому что система готова. У нас осталось 2 недели тестировать расчетную систему. Остальные инструменты все работают. Можно заходить, можно рекламировать, можно рассказывать, можно ставить все свои проекты. Расчетную систему мы ждем через 2-3 недели, запустим. Это как раз народная казна. То, что я сейчас, мое вече, вы знаете, 5 лет мы инвестируем в проекты, мы инвестиционная программа, да, мы очень много людям за 5 лет помогли, оттуда вытащили. У нас на сегодняшний день присоединилась команда в виде Максима Шилова. Это списание долгов без банкротства полностью есть. Есть такой человек, который списывает полностью сейчас долги с любого человека. Это тоже очень нужно, потому что очень много народу сейчас в долгах, и если эту проблему не решит, он не слышит поэтому этот человек. Потому что у него проблема на сегодняшний день, вот это в первую очередь, и этого большое количество. Поэтому то, что нам Крым подарил площадку, как я говорю, да, всей стране, это круто на самом деле. Как только сейчас расчетная система заработает, остальные все инструменты, услышите, они работают. Мы уже можем заходить, можем уже общаться на вот этих всех программах, все программы работают. Нам осталось, у них был просто общий кошелек, сейчас каждому отдельно кооперативу делают дестерализацию, вот, чтобы не было распределения общей казны. Вот это вот они почему и делают. А так уже все, площадка давно работает. Вот, поэтому сейчас они остановили, чтобы сделать каждому кооперативу, кто будет присоединяться по направлениям, каждому дать свой отдельный кошелек. Ну и у каждого кооператива, каждому кошелек сейчас подключат всем членам кооператива. И это действительно сейчас мы карточки будем раздавать всем бесплатно. Вот то, что, Татьяна, сейчас говоришь, как раз все получат карточки и будут заходить и транслировать за счет этой площадки. Услышьте, мы сейчас очень быстро поднимем этот народ по всем регионам. И будем сейчас ездить, и ездить нужно, да, потому что, чтобы люди понимали, что это такое. Мы в 15 миллионных городов уже до конца года уже сделали, ну, как сказать, распределили время. Поэтому на сегодняшний день я очень рада, что вы услышали про нас, мы услышали про вас. Вот. И я тот кооператив, который по направлениям мне приходят и говорят, что они занимаются. И мы даем инвестиции. И сейчас еще и казна будет очень народная скидываться каждый день. Вот. И инвесторы у меня, предприниматели, дают деньги и не выламывают руки, как мы все время говорим. Я тот человек, который объединила предпринимателей с кооперативом. Вот. И они вошли как действительно кооперативы теперь они стали. Вот. Это тоже долго было, это 5 лет, но это вот сделали. И теперь я каждому предпринимателю, кто чем реально на сегодняшний день занимается, предлагаю сделать кооператив и войти на площадку кооперативную. Им это выгодно, им это удобно. И мы, мало того, что чем это будет отличаться еще площадкой информационной, я занимаюсь недвижимостью. Авито забит утками. Знаете, что это такое? Это нету там реальных ни товаров, ни квартир, ни земли. Чтобы мне, я покупаю вазы, и чтобы мне действительно там что-то отыскать, я плачу большие деньги, чтобы это было вот там вверху, чтобы нашла вообще реальную. Мы сейчас собираем кооперативные площадки, свою базу с России, реальных людей, которые реально что-то там, пусть пока продажи там, да, что-то покупают, что-то производят. Мы реально сейчас таких людей собираем. И я уже очень много, благодаря Крыму, у них уже 18 кооперативов, производственников зашло, разных направлений, сельхозников. Услышьте. И мы сейчас по стране это будем делать на нашей площадке. Поэтому предлагаю, на следующей неделе, 15-го, там, 16-го, какого числа мы можем собраться, можем в четверг, потому что в субботу я уеду в Крым на две недели, потому что у меня там действительно, я сейчас как раз... Сельхозник, 15-го числа, по полной галереи. Вот. Поэтому в резюме такое, что я предлагаю приходить к нам, понимать, что мы делаем, как мы объединяемся, мы это уже делаем, и чтобы не было слов, что мы бла-бла-бла-бла. Вот конкретно показываем, как мы действуем. И все. Но программу и действуем, программу и действуем. Мы так уже делаем. Спасибо. Ну вот еще. Теперь уже скажем, что еще. Вот это 12-й. Ну, я только могу сказать то, что было произнесено. Какие предложения? Через неделю сбор, прийти с конкретными предложениями, работать над созданием центра сборки, координации и управления, назначить ответственных по каждому проекту, увеличить масштаб системы, спрос, это спрос, сила, влияние. Каждый пишет отчет, что он сделал за неделю. Значит, два месяца. Дерьмо. Войти на площадку информационную. Нужны ходоки, кто умеет с людьми разговаривать. Заключать соглашения. Они уже есть. Надо ими пользоваться. Санаторий в каждую квартиру. Если я правильно понял, я плохо услышал, что вы сказали. Нужно продвигать философию жизни, идеологию, клонирование народного славянского радио, запуск кусарного производства, инвентаризация проектов, паломничества в регионы. Что можно еще записать дополнительно? Практические занятия. Нужна некая память, или как бы технологическая карта, как какой-то вот простой, пошаговый план. Что мне делать, чтобы создать кооператив? Как раз, два, три, четыре, пять. Вот что такое? Зачем создать кооператив? Люди не знают, что это такое, как вот это. Позови, есть футбол. Хорошо, но, в общем, память, а по пираменту, как создание кооперации. Я думаю, что это может список дополнить. Здесь так тезисно, очень хорошо все изложено. Но смотрите, я предлагаю, что проводить встречи не только в таком кругу, но и по направлениям. Для этого есть площадка Народной славянской радио. Это не пиар, это я сейчас не пиарюсь. Нет, это хорошо. Просто говорю, что я и есть, где тема кооперации, как одна из тем, очень важных, она поднимается. И я всем предлагаю, раз это народное, так и давайте. Народ же нас сфинансирует, народ, у нас же нет предпринимателей. Да, поэтому это народ, ну вот сколько, кто-то 100 рублей даст, кто-то 300 рублей даст. На это и живем. И поэтому, раз это народ и для народа, то в этом случае вы тоже ведь народ, представители народа, представители кооперации. Приходите, очень все просто делается, звоните, Алексей, вот есть такая тема. Дальше я соединяюсь с отделом, кто планирует эфир, планируем эфир, выходим. Если какие-то мероприятия проводить, я предлагаю в квартал проводить какие-то все-таки кооперативные съезды, круглые столы. Не вот так вот, а вот уже более официально, с приглашением людей, чтобы могли быть вопросы из зала. Это очень хорошо воодушевляет, это хорошо, люди так бодрит. Вот, где по направлению, не просто поговорили о чем бы, лишь бы поговорить, нет, конкретнее выбирается направление, например, вот есть вот такая тема, там, по клубнике, по Крыму, там, вот, такой фестиваль запустить, такая тематия, вот, тысячи квартир и так далее. И по этим, вот эта конференция, круглый стол посвящается именно этому направлению, где сначала излагается идея, чтобы она идеологически стала понятна, для чего, какая цель, какой маршрут. И дальше предлагается уже воплощение. Вот план, вот наполнение, вот финансы, вот это, вот в конкретном итоге, вот что получается. То есть, любая встреча должна иметь конкретику, переходящую в действие. И чем больше людей мы привлечем, тем будет лучше. Потому что мы не секта какая-то, что нам, да, там, мы открыты для людей, потому что для людей, с людьми и ради людей. Вот. Дальше помнить, что кадры решают все, знаменитые фразы Сталин 36-го года мая месяца, когда он сказал это, что трактора есть, пожалуйста, там это есть, а кто управляет-то будет. Поэтому нам необходимо в одном из лепестков нашей вот этой ромашки, Центр сборки и национального управления, иметь лепесточек об образовании. Образование должно быть безоплатно. Для того, чтобы оно было безоплатно, необходимо, что производственники, те, которые в кооператив что-то вкладывают, делают трудовые места, чтобы вот это выделялось в фонд образования, досуг и здраво. Ну, естественно, еще другие, так называемые, мироеды. Мироеды – это неплохое слово, кого мир кормят, чтобы стало понятно. Это охрана, естественно, это идеологическая платформа, это средства массовой информации. Ну, кого раньше, значит, я, жречесые учителя, духовники, вот этого всего мираеда, вот на них, если мы не предусматриваем, если мы не предусматриваем в фонде этого, то мы проигрыши, потому что наши недруги, они на это тратят чуть ли не 50% от всего, что получают. У них институт вот этого черного жречества, он присутствует. Вот этот сатанизм, да, вот они его поддерживают. Посмотрите, сколько они в средствах массовой информации, сколько всяких там эти мероприятия, они вот в это вкладывают львиную долю всех доходов, потому что они понимают, кто идеологически, мировоззренчески победил, тот и побеждает во всем остальном. Так что вот это должны мы помнить и переводить уже в конкретику. Конкретика. Ну, где десятина, а где-то на первом этапе и больше. Десятина, на моем опыте, я пока хвастаюсь и моей семье, Евгений Николаевич, там, и все знают. Мы за пять лет все скидывались и предприятия, кто с нами таким бизнесом занимается. Мы объединили, я сказала, что мы на потребной операции объединили. Потренировались. Потренировались, объединили. На сегодняшний день 12 компаний крупных со мной сотрудничают и каждый месяц 10% своего бизнеса отчисляют. Нормально? Вот на... Но это, это можно сейчас сделать вот на этой площадке на нашей. Вот. Поэтому электронный, который я говорю, туда входят все кооперации, которые уже есть, которые создаться по кому-то направлению, но все туда уже входят. И там как раз народная казна, вот сейчас мы делаем вот эти всем кошельки, и каждый человек будет туда кидать. И от своего... То, что он делает 10... Ну, я на себе показала. Я занимаюсь недвижимостью. Я сделку сделала, получила 300 тысяч. 10 я в казну. Я получила миллион за месяц своих, за свою работу. 10% в казну. И вот на эти деньги всем хорошо. И всем еще от 10, 10 дается. И вы знаете, это работает, и все это видят. Мы ездим, и, как говорится, и это все работает в потребкооперации. Поэтому благодаря вот этой площадке, услышите, мы сейчас просто масштабируемся, и все. Александр, хотелось бы дополнить еще? Да, я пресловутую свою проблему озвучить хочу. Она для меня актуальна каждую секунду. Ну, вот даже для того, чтобы, например, через раз в квартал проводить круглые столы, съезды, то, что было озвучено. Съезды более широко, нельзя в квартал проводить. А круглые столы все-таки тоже. Не принципиально сейчас. Принципиально то, что над этим должны быть некие председатели, руководители, которые хотя бы именно эту работу взвалил на себя административную и двигал. Реально двигал. То есть, вот условно звонил конкретному человеку в 6 утра и спрашивал, а что ты сделал к тому съезду, который у нас будет. Это очень важная работа. Пинать нас надо. Поэтому давайте держать это в голове, давайте выберем. есть среди нас тот, кто мог бы возглавить эту работу? Если нет, то думайте об этом, как я, каждый день думайте, чтобы мы наконец вот этого председателя назначили. Очень большая. Ну, давайте в конце уточнение. Если в наших кругах не находится тот, кто на себя может взять, то в этом случае на первом этапе, если у нас есть средства, мы можем нанять такого, который бы на первом этапе, пока у нас готовится свой кадровый отдел, чтобы он мог это сделать. Потому что очень часто мы беремся не за свои дела и губим большое дело. Кто-то не умеет продавать, но берется за продажи. Кто-то не умеет программировать, но берется программировать. Кто-то петь не умеет, но берется петь. Что получается в итоге? Если у нас есть специалистов ВАЛ, которые даже пускай не в нашей тематике, но которые прекрасно выполнят эту работу, то в этом случае если у нас есть средства, давайте мы попросим его выполнить, и он сделает нам все прекрасно, быстрее и качественнее. Поэтому тем самым мы расширим, подтянем, и появится уже наш, свой администратор, который будет заниматься этими вопросами. Главное это Центр сборки и организации управления, чтобы у нас состоялся. Ну что ж, я от души благодарю всех здесь присутствующих очень интересных людей, потому что сегодня была не презентация, не каждый не презентал, просто мы делились очень важными своими мнениями. и смотрите, очень интересно у нас появилось решение, я думаю, что если оно состоится, то в этом случае всем нам будет хорошо. Но мы же решили. Вот, и на сим я трансляцию останавливаю, а теперь самое вкусненькое останется уже за кадром. Всем благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok